Флеминг знал, что этот препарат, как и все другие медикаменты, обладал своей спецификой, то есть действовал только на определенные микробы. Для врача это свойство усложняет дело. Конечно, он бы предпочел получить химическое вещество, которое можно использовать против любой инфекции. Но раз это неосуществимо, ему незачем терять свое время и время больных, применяя медикамент, которому не чувствителен данный микроб. Это означает, что отныне врачи должны уделять бактериологии больше внимания, чем раньше. Пенициллин родился в лаборатории, он вырос в лаборатории. И лечение пенициллином может быть эффективным только при постоянной связи клиники с лабораторией. Флеминг настаивал на нескольких основных положениях. Во-первых, пенициллин оказывает действие на микробы лишь при непосредственном контакте с ними. При местном его применении или введении в кровяное русло. Вам надо только выпустить чемпиона на ринг, а он уж сам справится со своим противником. Но нельзя вылечить фурункул пенициллином, применяя его наружно, нанося на поверхность пенициллиновую мась. Пенициллин не проникает в очаг инфекции. Не следует также применять пенициллин при несерьезных заболеваниях, таких как воспаление горла, так как при этом может развиться устойчивость микробов к пенициллину. По той же причине Флеминг советовал при тяжелых заболеваниях вводить, не колеблясь, очень большие дозы пенициллина. Это не представляет опасности, поскольку препарат нетоксичен и позволяет избежать возможности сохранения в организме устойчивых штаммов. С микробами следует вести молниеносную войну. Блицкрик. Почести обрушились на этого человека, который не искал их и не мечтал о них. Принимая их, он испытывал такое же удовольствие, как когда-то в юности, когда ему удавалось лучше других провести какой-нибудь опыт или удачно пострелять в тире. Известность не вскружила ему голову. Он оставался простым и приветливым, и нередко знаменитые иностранцы, придя в институт, чтобы его поздравить, с удивлением восклицали «Как? Неужели это тот самый прославленный Флеминг?» Один молодой американский военный врач, просидев рядом с ним на футбольном матче полдня, пытался припомнить фамилию этого невысокого сердечного человека с галстуком-бабочкой в горошек, так серьезно объяснявшего ему правила игры в регби. Он где-то его уже видел. Может быть, в королевском медицинском обществе? Возвращаясь на машине в Лондон и глядя на разрушенные бомбардировками улицы города, он по контрасту подумал об этом жизнерадостном профессоре, который способен был в столь тревожное время с таким влечением следить за игрой. Он спросил у товарища, который правил машиной, «Дев, что это за профессор, который сидел рядом со мной? Я забыл его фамилию». «Как? Да это же Флеминг, бактериолог из Сент-Мэри, тот, что открыл пенициллин». На молодого американского врача, на глазах которого пенициллин справлялся с вирулентной септицемией, это сообщение подействовало так, словно внезапно распахнулась дверь, и на пороге появился какой-то легендарный герой. Я продолжал думать об этом доброжелательном профессоре, но уже по-иному. Затерявшись среди толпы, никем не узнанный и не стремящийся, чтобы его узнали, «Сердечный, человечный». Таким предстал передо мной этот человек, чье имя будет также прославляться на небесах за все сделанное им добро, какими Гитлера будет втаптываться в грязь за зло, которое он натворил. Я видел, как англичане играли в самое тяжелое для них время войны, и причастился их душевного величия. В июле 1944 года в газетах появился список лиц, которых король наградил титулами. Бактериолог из Сент-Мэри стал сэром Александром Флемингом, а его жена — леди Флеминг. Она проявила большую радость, чем он, но не потому, что эта честь не доставила ему удовольствия, просто он не умел выражать своих чувств. «Я иногда почти жалею, что не родился ирландцем», — говорил он, «чтобы уметь по-настоящему наслаждаться всем этим». На примере Сарин он давно уже убедился, что у ирландцев вызывает восторг самый банальный комплимент, не говоря уже о заслуженных наградах. Он, конечно, радовался оказанным ему почестям, это было ясно каждому, но он хотел сказать, что желал бы полнее и безоговорочнее отдаться этой радости. Новому баронету предстояло получить свое звание в Букингемском дворце. Накануне Флеминг предложил Клайдену, «А что, если мы завтра вечером организуем здесь прием?» «Чем же мы будем угощать?» — спросил Клайден. «Сейчас ничего нельзя достать». «Рядом», — сказал Флеминг и показал сигаретой на соседнюю дверь. «Здесь есть пять бутылок джина. Достаньте пиво и остальное, все, что полагается. Когда я вернусь, мы устроим пир». Церемония произошла во дворце, но для безопасности ее перенесли в подвальное помещение, что огорчило Сарин. Флеминг вернулся в институт к чаю. В библиотеке собралось всего восемь человек. Многие врачи находились в армии. Как раз в этот день Райт на несколько часов приезжал в Лондон, и он председательствовал на этом собрании, как делал это в течение сорока лет. Он был, казалось, в бурном настроении, грузно сел в кресло и до появления Флеминга не произнес ни слова. Тяжелое общее молчание продолжалось еще несколько мгновений. Потом Райт, демонстративно повернувшись спиной к Флемингу, произнес сокрушительную речь о достоинствах иммунизации в ряде химиотерапии, этой лженауки, столь пагубной для подлинной научно-исследовательской работы в области медицины. Доктор Фьюг сидел напротив Флеминга и наблюдал за ним. Он ждал, что рассыпление Райта позабавит или разозлит Флеминга. Но его лицо оставалось бесстрашным. Наконец, Сарик начал задыхаться и замолк. Секретарь института Крэкстон, пытаясь разрубить обстановку, попросил сэра Аумрата дать некоторое административное распоряжение. Тот в ответ прогремел, «Не приставайте ко мне с вашими пошлыми делами! Ими займется доктор Флеминг!» Профессор сэр Александр Флеминг протянул руку за бумагами, встал и, ни слова не говоря, вышел из-за стола. Райд уехал за город. Вечер прошел очень удачно. Пришел весь генеральный штаб госпиталя. За сэра Александра Флеминга было провозглашено много тостов, и известный хирург Захари Копе, который учился с Флемом, прочитал поэму баронету Александру Флемингу. «Ты добился крупнейшего успеха, возможного на каком-либо поприще. Стал членом королевского общества с полным и явным признанием. Вознесся ты на пидде, стал высокий, без страха быть низвергнутым. Ты восхвален в палате лордов, в палате общин слава о тебе идет. Ты с легкостью завоевал корону медицины. Ты видишь, как бегут на счет твой в банк доллары. Писатели воздают тебе хвалу, и поэты воспевают твой подвиг. Король наш сильный, добрый, пожаловал тебя титулом баронета. Ты еще не стар, но знаешь, что прожил не напрасно. И знаешь, до тебя еще никто не сделал большего, чтобы облегчить страдания. Строить воздушные замки свойственно мечтательной юности и не тебе объяснять, что истина дороже всего. Когда гости разошлись, сэр Александр подошел к Клайдену, своему соратнику по обеим войнам и организатору вечера. Клайден пожал руку Флемингу и сказал, я чертовски рад, сэр. Это самое приятное, что я услышал из всего сказанного мне за вечер, отвечал Флеминг. Оставалось немного пива, и друзья просидели вдвоем еще час, вспоминая о Булоне, о Вемрё, о старых временах. Это был памятный вечер. В августе 1944 года был освобожден Париж, а в сентябре Брюссель. Флеминг написал своему другу Борде. 4 сентября 1944 года. Дорогой профессор Борде, сегодня мы узнали великую новость. Немцы, наконец, оставили Брюссель, и вы освобождены от нацистской тирании. Все английские бактериологи надеются, что вы, один из родоначальников этой науки, мужественно пережили эти печальные годы, и что у вас еще впереди много лет плодотворной работы. Мы радуемся долгожданному освобождению вашей родины. Флеминг получил бесчисленное количество приглашений не только из разных городов Англии, но и из Америки и Европы. Он был провозглашен почетным гражданином Паддингтона, района Лондона, где он проработал всю свою жизнь. В начале 1945 года он был назначен президентом только что созданного общества общей микробиологии. В своей речи на открытии общества он сказал, «Вы предлагали этот пост другим ученым, более заслуженным, чем я. Они проявили твердость характера и отказались, но я верен шотландской традиции никогда ни от чего не отказываться. И когда пришел мой черед, дал согласие. И я был рад этому до того момента, когда пришло письмо от вашего секретаря, опревещавшее меня, что я должен буду произнести вступительную речь». Флеминг продолжал в таком же полусерьезном, полушутливом тоне. Он сказал, что это общество, в отличие от многих, не должно служить трибуной, с которой ученые читают сообщения только для того, чтобы создать себе рекламу. Оно должно стать местом, где бактериологи, медики, промышленники, специалисты сельского хозяйства, микологи и биохимики будут встречаться и обмениваться информацией. Простая беседа может породить значительные открытия. «Мне кажется», пишет доктор Клек, «Мало кто знает, каким замечательным послом Великобритании был Флеминг за границей. Во время всяких церемоний он вел себя скромно, даже, пожалуй, застенчиво. Он не был красноречив и, тем не менее, производил на всех впечатление своей простотой и исключительным смирением. Вместе с тем, он, как школьник, способен был радоваться самым простым удовольствием». «Я узнал, что вы уезжаете в Соединенные Штаты», сказал я ему однажды вечером в клубе. «Да», ответил он. «Чудесно, не правда ли? Ведь я увижу Бруклин-Доджерс». Эта бейсбольная команда интересовала его не меньше, чем все чудеса этой огромной страны. Перед отъездом в Америку в июне 1945 года «Бэб Даниэльс». Взяла у него интервью для радио. Она рассказывает. «Я спросила в Би-Би-Си, не смогу ли я побеседовать с сэром Александром Флемингом». «О, нет», ответили мне, «сэр Александр ни за что не выступит по радио». «А я ему позвоню». «Сэр Александр никогда не подходит к телефону». «Мне это показалось странным. Я написала письмо от руки, попросила моего секретаря Джоан Мерри отнести это письмо в больницу и вручить лично сэру Александру. Когда она вернулась, я ее спросила, как все произошло. Меня провели к сэру Александру, и он меня спросил, кто вас прислал. Мистер Чарчилль? Я ответила, «Нет, Бэб Даниэльс». Джоан Мерри отдала ему мое письмо. Через полчаса мне позвонил в Сан-Флеминг и сказал, «Приходите ко мне завтра в час в Сент-Мерри». В назначенное время я была на месте. Я думала, что меня встретят 24 секретаря, 8 человек охраны, еще бог знает кто. На самом же деле я натолкнулась в коридоре лишь на лаборанта в белом халате и спросила его, «Где мне найти сэра Александра Флеминга?» В конце коридора он готовит себе чай. Заскучив рукава, Флеминг кипятил воду на Бонзоновской горелке. Он предложил мне, «Хотите чашку чая?» И прежде чем я успел ответить, в руках у меня уже оказалась чашка с чаем. После этого он сказал, «Да, по радио мне интересно выступить. Вам хочется увидеть первую культуру?» Это было бы чудесно. Он исчез за грудой каких-то баночек, отыскал драгоценную культуру и показал ее мне. «А какой у вас план?» спросил он. «О чем вы хотите, чтобы я говорил?» «Сэр, вам предоставляется полная свобода. Я ждал, что вы это скажете». Вот что я подготовил. Он не прочел свое выступление. Это было превосходно. Сэр Александр обладал восхитительным чувством юмора. В июне, июле и августе 1945 года Флеминг совершил триумфальное путешествие по Соединенным Штатам. В Америке пенициллина бесспорно придают гораздо большее значение, чем в Англии, писал он в своем отчете. Джон Камерон, состоявший на службе в британской миссии, был его гидом и просил его давать свое согласие на все пресс-конференции, выступления по радио, речи в университетах, так как это послужит великолепной пропагандой для Великобритании. По правде говоря, Флемингу нравилось это занятие, и он очень хорошо со всем справлялся. Он побывал на пенициллиновых заводах и в лаборатории Пиории, благодаря которой и было налажено производство пенициллина. Американская техника вызвала у него восторг. В Пиории он жил у доктора Роберта Кокхилла, там он увидел настоящий музей разновидностей пенициллиума. Во всех своих выступлениях он беспрестанно напоминал, что эта мощная пенициллиновая промышленность была создана благодаря английским ученым, что Флори сообщил в Пиории метод производства пенициллина. Потом Америка усовершенствовала технологию и тогда смогла поставлять этот препарат Англии. Это яркий образец взаимопомощи двух стран. В Нью-Йорке фабриканты пенициллина устроили банкет в Олдорфе, чтобы воздать почести и поблагодарить того, сказал председатель, кого избрало проведение открыть миру существования и свойства самого могучего оружия, которым сейчас обладает человек в борьбе против болезни. Никто до него не мог осуществить мечту химиотерапии, найти вещество, невероятно мощно действующие на вторгшиеся микробы и безвредные для тканей, подвергшихся вторжению. Передавая слово Флемингу, председатель процитировал Евангелие от Иоанна. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. Вефезда Дон Милосердия в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». «Когда сэр Александр Флеминг впервые увидел, какое действие произвела на бактериальную культуру случайно занесенная туда плесень, его ум несомненно возмутил ангел, потому что взбаламученная купальня вылечила не одного больного, а мириады больных», сказал председатель в заключении. Бывало, что после выступлений Флемингу задавали очень прямолинейные вопросы. В Бруклине, например, Джон Смит, глава фирмы Pfizer и компания, самого крупного в то время производителя пенцилина в мире, спросил, почему вы не взяли патент? Ведь вы и ваши близкие были бы обеспечены и выжили бы как подобает ученому, оказавшему такую услугу человечеству. «Я никогда об этом не думал», ответил Флеминг. «О том, что он посетит лабораторию Pfizer было объявлено заранее, спешно были отполированы столы и очищена вся аппаратура. Осматривая просторные помещения, где все блестело и не видно было ни пылинки, Флеминг заметил, «Если бы я работал в таких условиях, я бы никогда не нашел пенициллина». В одном из университетов какой-то профессор спросил его, почему вы не продолжили работу и не очистили ваше вещество? «А вы почему этого не сделали?» парировал Флеминг. «Ведь все сведения были напечатаны». Пресс-конференция в Вашингтоне вывела из себя самого нераздражительного человека на свете. «Вы были боксером в юности? Если нет, то почему у вас перебить нос? Кто оплачивал ваше обучение в Лондоне?» Обычно Флеминг сохранял спокойствие. Его умение молчать помогало ему во время подобных встреч. Когда он не хотел отвечать, он хмыкал и глядел в пространство. Но на этой пресс-конференции он в конце концов сказал Камерону, «Мне надоело, идем». И Флеминг ушел. В Нью-Йорке два репортера подстерегли его в холле гостиницы «Балтимор», когда он шел завтракать в кафетерий. «О чем вы сейчас думаете? Нам бы хотелось знать, о чем думает великий ученый, отправляясь утром завтракать?» Флеминг совершенно серьезно ответил. «Любопытно, что вы задаете мне этот вопрос именно сейчас. Я и в самом деле думаю об очень своеобразной вещи. О чем же?» волнение спросили журналисты. «Я обдумывал, заказать ли мне два яйца или одно?» Джон Камерон, тоже шотландец, восхищался своим соотечественником. Ему нравился его скрытый лаконичный юмор, его скромность, его доброта. Услышав в Вельском университете от дамы, у которой он гостил, что ее горничная шотланка тоскует по родине, он предложил Камерону «Пойдемте к ней, может быть, мы ее развлечем?» Крупные американские фирмы по производству химических продуктов во время пребывания Флеминга в Соединенных Штатах Америки объединившись собрали 100 тысяч долларов и вручили их ему в знак благодарности. Флеминг сказал, что не может принять деньги, но будет очень рад, если эта огромная сумма будет передана отделению патологии Сент-Мэри на научно-исследовательскую работу. Так и поступили. Был создан фонд Александра Флеминга и капиталы и проценты предназначались исследователем. В глазах Флеминга кульминационным пунктом его поездки был день присуждения университетских степеней в Гарвардском университете. С этим университетом у него были связаны дорогие ему воспоминания. В 1916-1917 годах в Булоне с ним работала группа гарвардских ученых доктор Роджер Ли, доктор Гарвай Кушинг и многие другие. В огромном дворе, где происходила церемония, собралось шесть тысяч человек. Когда доктор Конант президент Гарвардского университета сказал, на мою долю выпала большая честь представить сэра Александра Флеминга, изобретателя пенициллина, все присутствовавшие встали. Овация длилась три минуты. Все это время Флеминг простоял у микрофона очень спокойно и склонил голову и украдко улыбаясь Камерону. Когда аплодисменты затихли, он сказал ровным голосом, я собираюсь рассказать вам историю, в которой судьба сыграла большую роль. Удивительно, до чего многое в нашей жизни зависит от случая. Решения, которые мы или другие зачастую принимаем без особых оснований, могут иметь огромное влияние на наш жизненный путь. Возможно, мы обыкновенные пешки, которые передвигают по шахматной доске жизни, в то время, как мы наивно воображаем, будто сами решаем свою судьбу. Вот вам моя жизнь. Я родился на шотландской ферме, и Флеминг рассказал, что он был бы фермером, если бы близкие, мать и братья, не отослали его в Лондон, что он стал бы мелким служащим, если бы небольшое наследство не дало ему возможности учиться, что он не поступил бы в Сент-Мэри, если бы не был хорошим пловцом, что, окончив Сент-Мэри, он остался бы обыкновенным врачом, наподобие многих других, если бы Алмрад Райт не предложил ему работать в своей лаборатории. Алмрад Райт добавил Флеминг, один из величайших людей мира, чья громадная работа пионера микробиологии и наполовину не получила того признания, которого заслуживает. После этого Флеминг рассказал об открытии лизоцима и пенициллина. Он отдал должное великому химику Райстрику, потом Флоре, Чейну и их оксфордским коллегам, благодаря которым стало возможно использовать пенициллин как лечебный препарат. «Я попытался показать вам, сказал Флеминг студентам, что случайные обстоятельства могут иметь удивительное влияние на вашу жизнь, и я могу только посоветовать каждому молодому исследователю, не пренебрегать ничем, что кажется необычным. Может получиться и так, что из этого явления ничего нельзя будет извлечь, но бывает, что оно служит ключом к открытию. Это вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ждать, когда вмешается случай. Мы должны работать, усердно работать и хорошо знать свое дело». Совершенно правильны слова Пастера, которые часто цитируются. «Судьба одаривает только подготовленные умы». В самом деле неподготовленный человек не увидит протянутую ему судьбой руку. В общем, в моих советах начинающим нет ничего нового. Работайте усердно, работайте хорошо. Не перегружайте вашу голову старыми теориями и будьте готовы встретить счастливый случай, который пошлют вам боги». Флеминг кончил речь и раздались бурные аплодисменты. Бывший студент Гарвардского университета, президент Смитовского колледжа подбежал к Роджеру Ли и сказал «Роджер, Флеминг из Эршера и я из Эршера, вы с ним знакомы, представьте мне ему». Профессор Роджер Ли познакомил их. Президент Нилсон сказал «Я родом из Эршера, вы родом из Эршера». «Да», ответил Флеминг. Они пожали друг другу руки и все. Шотландцы лаконичны, даже когда они встречаются за океаном. Что же полезного вынес Флеминг из этой поездки? А. Исследователям в Соединенных Штатах предоставлялось больше прав и средств, чем в Европе, и поэтому они достигли больших успехов. Расходы лаборатории, писал Флеминг в своем отчете, ничтожны по сравнению с тем, что они дают промышленности и медицине. В. Один американец, некий капитан Романский, предложил пенициллин более продолжительного действия, смесь калиевой соли пенициллина с пчелиным воском и арахисовым маслом. Этот метод очень ценен тем, что он позволяет сохранять нужную концентрацию пенициллина, не прибегая к инъекциям каждые три часа. В. В Соединенных Штатах Америки ведется работа большого размаха, которая подготавливает открытие новых антибиотиков. Один из них с трептомицин будет, несомненно, очень эффективен. Джон Камерон, не покидавший Флеминга в течение этих двух месяцев, пишет «Он меня совершенно очаровал. Ради такой дружбы, как у нас с ним, стоит жить. Я по-настоящему узнал Алика и проникся к нему глубоким уважением». Нобелевская премия «Если верно, что великая жизнь — это осуществленная в зрелом возрасте мечта юности, то Флеминг останется в истории тем счастливым человеком, который осуществил свою мечту». Доктор Грассиа В сентябре 1945 года Флеминг по приглашению французского правительства приехал во Францию. Это была его первая после войны поездка в Европу. Французские медики и исследователи мечтали с ним познакомиться. Пенициллин попал во Францию во время войны через Испанию и Голландию. Французскому ученому Пено, который в 1942 году приехал в Мадрид, испанский коллега дал British Medical Journal со статьей о чудесных результатах лечения пенициллином и подарил штамм этой плесени. Еще один штамм был получен из Голландии. Во французской армии были сделаны попытки добыть пенициллин, но продуктивность метода была слишком низкой для промышленного производства этого препарата. В Париже собирались устроить Флемингу торжественный прием. Он вылетел из Лондона утром 3 сентября и приземлился в Бурже в 12 часов 15 минут дня. Его встречали на аэродроме профессора Пастер Валерий Радо, Трифуэль, директор Пастеровского института, Пьер Лепин, представители Министерства здравоохранения и армии. Выйдя из самолета, он увидел человек 50 репортеров, вооруженных фотоаппаратами. По своему обыкновению он держался позади всех пассажиров. Один из репортеров подошел к нему и задал какой-то вопрос. Флеминг ничего не понял, но, услышав свою фамилию, решил, что его спрашивают, не он ли Флеминг, и утвердительно кивнул головой. Фотографы немедленно ринулись снимать какого-то внушительного бородача, который, как писал потом Флеминг, гораздо больше меня походил на ученого. Репортеры были удивлены и возмущены, когда официальные представители подошли к знаменитому гостю. Оказывается, вопрос, на который ответил Флеминг, не поняв его, был, тот бородатый человек и есть Флеминг? Оправившись от изумления, фотографы сняли подлинного Флеминга, смеясь над своей оплошностью. Дневник Флеминга 3 сентября 1945 года. Покинул Кройден в 10 часов 30 минут. Долетел до французского берега в 11 часов 30 минут. Прибытие в 12 часов 15 минут. Грандиозная встреча. Пришлось выступать по радио. Отвезли в Риц, Ленч, Сакрикер, Пантеон, Ноттердам. Готовил речь. 4 сентября. Закончил свою речь. Завтрак. Нет карточек, поэтому без масла. Гобелены. Мне подарили небольшой коврик. Завтрак с каминкером, переводчик. Прием в медицинской академии. Все встали. Речь. Потом шампанское и пирожное, как на свадьбе. Когда уходил овация. В медицинской академии он сказал, что счастлив сознанием, что будет принадлежать к этой высокой корпорации. Меня обвинили в том, что я изобрел пенициллин. Ни один человек не мог изобрести пенициллин, потому что еще в незапамятные времена это вещество выделялось природой из определенной плесени. Нет, я не изобрел пенициллиновое вещество, но я обратил на него внимание людей и дал ему название. Дневник Флеминга. 5 сентября 1945 года. Во Франции всего 10 тысяч бутыль и руль пенициллина в день. У Англии есть возможность дешево оборудовать большой завод или помочь техническими советами. Послать Райстрика или кого-нибудь из Бутца, ГЛАКСО, кто знает французский язык и знаком с производством. На их заводах методы интересны, но поверхность покрывается медленно. Подарок 100 тысяч единиц. Должен был повидать Деголя в 11 часов 30 минут, но отложено на 4 часа 30 минут. В Лувре принимал сам директор. Знакомил меня с живописью и скульптурой. 11 часов 30 минут обед в Министерстве иностранных дел. Сидел справа от министра. Очень хороший ленч. Дыня, рыба, соль, цыпленок, салат, сыр, десерт и кофе. Шабли, бордо, шампанское, коньяк. Речи министра иностранных дел, министра здравоохранения, президент медицинской академии. Вынужден был отвечать. 1066 год, год завоевания Англии норманами, века войны, затем союзники в двух войнах, залечивание ран. пенициллин поблагодарил. 4 часа 30 минут у генерала Деголля, улица Сент-Доминик, 14. Вестибюле, Трифуэль, Валерий Радо и еще около 12 ученых. Десятиминутная беседа. Затем провели к Деголлю, который наградил меня орденом почетного легиона, повесил его мне на шею и поцеловал в щеки. Сказал спасибо и ушел. В 5 часов в пенициллиновом центре армии около дома инвалидов. По дороге в Пале-Рояль Каминкер купил мне орденские ленточки. В 8 часов 15 минут ужин с Дюамелем в кафе на бульваре Сент-Мишель. Около 40 человек, доктора, писатели, политические и профсоюзные деятели. Ужин хороший, речи длинные. Дюамел, доктор, затем профсоюзник. Пришлось снова выступить. Перевод был сделан великолепно. Вернулся около полуночи. На этом ужине, где председательствовал Жорж Дюамел, присутствовали, кроме многочисленных медиков, также Жульен Бенда, Поль Элюар, Клод Морган, Альберт Байе, Корбюзье. Дюамел вспоминает, что в своей речи он сказал Флемингу, «Мсье, вы шагнули дальше Пастера». Английский ученый возразил, «Без Пастера я бы ничего не смог». Дневник Флеминга. Четверг, 6 сентября. Прием в Пастеровском институте. Ленч, Дов Купер, Би Ю. Сидел справа от госпожи Трифуэль. Речь Валерира «До» по-английски. Я ответил первое похвальное слово Пастеру, второе похвальное слово Райту, третье пенициллин, как его применять, производство, быстрота. Поблагодарил, получил медаль Пастера, осмотрел Пастеровскую больницу. Доктор Мартен, у него милая жена, говорит по-английски, присутствовал при местном лечении фурункула. Очень мучительно. Был в горше. Рамон производит впечатление упрямца. По всей видимости, Рамон здесь ведет только исследовательскую работу и не руководит. Какой-то бородач занимается микросъемкой. Видел хороший фильм о фагоцитозе. Чай в гольф-клубе в Сен-Клу. 7 сентября, 9 часов, детская больница, профессор Дебре. Он говорит, я отвечаю. Видел много случаев лечения пенициллином. Менингиты, хорошо. Пневмонии, один из четырех умирает. Остеомиолит, хорошо. Если абсцесс прорывается и гной начинает вытекать, рану зашивает, оставляя иглу, через которую вводится пенициллин. 11 часов, в больнице Клод Бернар, доктор Лапорт. Лечение абсцесса легкого при помощи местных инъекций. Эндокардитов мало. 5 часов 30 минут, прием в ратуше. Речи. Президент Академии наук говорит, что я буду академиком. Суббота, 8 сентября. Отъезд. Дебре подарил мне ингаляционный аппарат и книгу о живописи. Вылетел в 2 часа. Дома. Интересные впечатления, которые сохранились от этого визита у французского врача профессора Дебре. В Шлеминге поражала крайняя осторожность в суждениях. И не от того, что он был очень скромен. Он сознавал, что знаменит и наслаждался этим. Но он больше всего на свете боялся зайти слишком далеко в своих выводах. Он ограничивал каждое явление рамками того, что видел. Когда мы ему демонстрировали результаты, достигнутые во Франции благодаря применению пенициллина, он интересовался больше неудачами, чем чудесами. Расскажите-ка мне еще про тот случай остеомиолита, который вы не смогли излечить. Он желал оставаться на земле. Шлеминг писал миссис Дэвис, с которой был дружен в юности. Теперь она жила во Франции. «Неделя в Париже была поистине необычайной. Какая разница по сравнению с тем наивным юношей, которого вы помогли воспитать? И все же я думаю, что никакой разницы нет. Теперь я встречаюсь со всякого рода великими мира сего. Но, честно говоря, это не более интересно, чем видеться с обыкновенными людьми». Торжественный прием, оказанный ему в Париже, повторился с небольшими изменениями в Италии, в Италии и Норвегии. Флеминг становится разъездным послом английской науки. Он писал Роджеру Ли. «Я сожалею, что пока не могу привыкнуть к этому беспокойному образу жизни, но думаю, что свыкнусь. Впрочем, потом, когда все кончается, остаются очень приятные воспоминания. Но во время всех этих поездок я не могу избавиться от ощущения затравленного кролика». Если это и пугало его, то он умел скрыть свои чувства и принимал хлынувшие на него почести со спокойным достоинством. Он был счастлив, что сумел выдержать этот высший экзамен в славу. Огромным казалось расстояние от шотландской фермой и маленькой лаборатории до академий и королевских обществ, с трибуны которых он теперь выступал. Но с его точки зрения весь этот немного утомительный шум был частью повседневной работы. Он сознавал, что всю жизнь усердно трудился и сделал все, что в его силах, поэтому награда ему казалась естественной. И он вполне сознательно, покорно и чувством удовлетворения усваивал новые для себя привычки. Из всех многочисленных писем, полученных им в то время, больше всего ему доставило радости письмо его учительницы из маленькой шотландской школы. Письмо пришло из Дёрбена на тыл, и под ним стояла подпись «Марион Стерлинг». Начиналось оно так. «Дорогой мой маленький Алик, простите, что я вас так называю, но когда я вас знала, вам было не больше восьми или девяти лет, и вы были милым мальчиком с голубыми мечтательными глазами. Я пишу только, чтобы поздравить моего дорогого маленького друга давних времен и сказать ему, что я следила за его жизненным путем и радовалась его успехам. Я только, что прочитала чудесную историю пенициллина, и мне кажется, что и я в ней немножко участвовала. Между прочим, ваши чудодейственные вливания вылечили мою молоденькую внучатую племянницу Хейзилл Стерлинг, которая сильно хворала. Желаю вам всего наилучшего. Продолжайте идти той же дорогой. Я прочитала, как вас чествовала Франция, и считаю, что она воистину прекрасная страна». В Бельгии в ноябре 1945 года Флеминг побил свой собственный рекорд. Трижды за два дня был удостоен звания доктора Хонори Скауза в Брюсселе Лувене Ильеже. В Лувене Флеминг произнес чудесную речь. Этот университет после войны присудил докторскую степень трём англичанам Черчиллю, Монтгомери и Флемингу. «Я надеялся», сказал Флеминг, «что мы втроём приедем сюда. Я мог бы тогда послушать государственного деятеля и генерала. Они оба хорошие ораторы, оба руководят людьми, их обоих почитают на родине, и они этого заслуживают. И вы бы почти ничего не ждали от меня, простого лабораторного исследователя, который в белом халате играет с микробами и пробирками». Но всё сложилось по-иному. Уинстон Чарчилль уже приезжал и уехал. Монтгомери тоже приезжал и уехал. Остался я один. Моя профессия очень несложная. Как я вам уже сказал, я играю с микробами. И в этой игре, естественно, есть свои правила. Интересно их нарушать, доказывать, что некоторые из них неправильны, и находить то, о чем ещё никто не подумал. Флеминг Джону Камерону, гиду Флеминга по Соединённым Штатам. Я должен рассказать вам о своих приключениях. В ноябре я был приглашён в Бельгию по видеому как гость правительства, так как мне оплатили билет и гостиницу. Вечером в день своего прибытия я ужинал с нашим послом. На следующий день обедал с принцем регентом и был в университете, где мне присудили звание Хонорис Кауса. Церемония происходила в честь меня одного. Зал был переполнен. В первом ряду отдельное кресло для королевы Елизаветы. Сбоку двухместный трон для посла и меня. Можете себе представить, как я выглядел. 25 октября Флеминг получил телеграмму из Стокгольма, сообщавшую, что ему Флори и Чейну присуждена Нобелевская премия по медицине. Ученый Совет Нобелевских премий сперва предложил, чтобы половина премии была отдана Флемингу, а вторая половина Сэру Говарду Флори и Чейну. Но Общий Совет решил, что более справедливо будет разделить ее поровну между тремя учеными. 6 декабря Флеминг вылетел в Стокгольм. Флеминг Джону Камерону. Прибыл в Стокгольм в 10 часов вечера. Лег спать. В 8 часов утра отъезд в Упсалу. Возвращение ночью. На следующий день официальные визиты с короткой передышкой для покупок. В Стокгольме можно купить сколько угодно паркеровских ручек 57 и нейлоновые чулки. Потом ужинал с нашим послом. Теперь я к этому стал привыкать. На завтра вручение нобелевских премий. Фраг и ордена. Мне с большим трудом удалось завязать вокруг шеи орден почетного легиона и я ограничился одним этим орденом. В 16 часов 30 минут под звуки фанфар и труп нас вывели на сцену, где рядом с нами сидела вся королевская семья. Оркестр, пение, речи и мы получили из рук короля наши премии. Затем банкет на 700 персон. Я сидел рядом с наследной принцессой. Нам всем пришлось сказать несколько слов. Я говорил об удаче, а после банкета студенческий хор и танцы. Дома в 3 часа ночи. На следующий день конференция и ужин у короля во дворце. Можно было бы лечь рано спать, навернувшись в гостиницу, мы все отправились в бар и долго пили шведское пиво. С нами была одна аргентинская поэтесса. Она тоже получила Нобелевскую премию, но совершенно не умеет пить. Еще одно отличие весьма обрадовало Флеминга. Ему присвоили звание почетного гражданина Дарвелла, маленького шотландского городка, где он учился в школе. Нет более приятного и редкого ощущения, чем то, что тебя признали пророком в твоем отечестве. Из Лондона в Глазго Флеминг поехал поездом с женой, сыном Робертом, братом Бобом и невесткой. Чтобы скрасить путешествие, Флеминг придумал новую игру в карты. Дома Дарвелла были украшены флагами, по улицам ходили музыканты в шотландских юпочках и играли на валынках. Мэр с советниками, а также репортеры и кинооператоры встречали Флеминга у ворот города. Молитвы, речи, бесконечные автографы. Многие люди приходили сообщать, что они учились со мной в школе. Он не удержался от соблазна подтрунить над своими соотечественниками и сказал, что они о нем слышали только потому, что мэр Дарвелла поехал в Каир. Когда ваш мэр был в Каире, он узнал, что я приобрел некоторую известность. Вернувшись, он предложил вашему муниципальному совету послать мне поздравительное письмо. Она доставила мне большое удовольствие, ведь вы впервые после моего отъезда из Дарвелла поинтересовались мною. Преклонение, окружавшее его всюду, куда бы он ни приезжал, всемирная слава не изменили его характера. Но он стал не то чтобы приветливее, он всегда отличался сердечной вежливостью, а, пожалуй, менее резким. Частые публичные выступления научили его держаться непринужденнее. Его друг Захари Копе, выслушав как-то его небольшую умную речь, сказал, когда они выходили. Вы произнесли блестящую речь. Да, ответил Флеминг, я это знаю. Он очень хорошо говорил и в тот день, когда его друг лорд Уэб Джонсон, президент Королевского хирургического колледжа, вручил ему золотую медаль колледжа, высокая и редкая награда, которая за 144 года присуждалась всего 20 раз. Вручение медали состоялось во время ужина, на котором присутствовали члены королевской семьи, премьер-министр и лорд-канцлер. После речей старый друг и коллега Флеминга, доктор Брин, подошел к нему, чтобы его поздравить. К моему большому удивлению, он прервал меня, пишет Брин. Ради Бога, не надо, сказал он, лучше сыграем парчей в бильярд. Как, разве здесь есть бильярд? Нет, конечно, нет, воскликнул Флеминг. Пойдемте в клуб. Он считал, что существует один только клуб, клуб художников в Челси, и мы поехали на своих машинах на Олд Чардж Стрит. Это происходило вскоре после окончания войны, и к вечеру еще не переодевались. Появление Флеминга в этот поздний час во фраке, белом галстуке, с лентой почетного легиона на шее и множеством орденов на груди, произвело сильное впечатление. Но это не помешало нам сыграть партию в бильярд, и мы ушли только в два или три часа ночи. Флеминг по-прежнему любил бывать в этом клубе. Ему нравился большой светло-зеленый зал, где стояли два бильярдных стола. Его привлекали непринужденные манеры художников и скульпторов. Он заходил сюда каждый вечер, часов шесть, с наслаждением окунался в знакомую обстановку, играл партию в бильярд, придумывая, как он это делал во всех играх, какие-то необычные удары. Иногда он из любезности позировал кому-нибудь из художников, но никогда не хвалил свой портрет. Члены клуба были потрясены, что их молчаливый одноклубник стал великим человеком. Когда на него обрушились почести, многие поздравляли его. «Это ничего не значит», говорил он и переводил разговор на другую тему. Нобелевская премия, присужденная Флемингу, сразу разрешила вопрос, стоявший столько лет в Сент-Мерии, о преемнике Райта. Флеминг стал принципалом института, так теперь назывался директор. Райт ушел в отставку в 1946 году, но еще до этого, во время одной из поездок Флеминга за границу старик поставил во главе всех отделов назначенных им руководителей. Таким образом, у Флеминга не оказалось своей группы. Если он и страдал от этого последнего диктаторского поступка своего старого учителя, то никогда на это не жаловался. «Так уж создан мир», говорил он. Он предпочитал работать в общей лаборатории. Здесь он мог сразу же показать соседу какую-нибудь странную культуру. «Взгляните-ка, я скажу вам, на что следует обратить внимание». С большим трудом удалось его убедить, что, как руководитель института, он должен работать в отдельной комнате, где он сможет вести важные конфиденциальные беседы. «Теперь, сэр Александр сказал ему Крэгстон, вы глава института и вам необходима своя собственная лаборатория». Флеминг вынужден был согласиться, но упорно отказывался оборудовать свою комнату под кабинет. «Нет», возражал он, «моя жизнь в лаборатории». Для тех, кто вел исследовательскую работу, он был великолепным руководителем. Чем бы он ни был занят, стоило одному из коллег постучаться к нему, а дверь его комнаты всегда была широко открыта, он отвечал «Да, войдите», и тут же выслушивал рассказ о каких-нибудь затруднениях или о новом открытии. Он обладал ценнейшим качеством, умел мгновенно переключать свои мысли от того, что его занимало, на что-то другое, и сразу уловить самую сущность представленной ему проблемы. Он в двух-трех словах разъяснял ее, указывал направление дальнейших исследований и снова склонялся над своим микроскопом. Проходило несколько минут, и в лабораторию стучался другой молодой ученый, и опять его встречали с таким же вниманием. Иногда, дав совет, Флеминг говорил, «Вы мне изложили свои затруднения, а теперь скажите, что вы думаете об этом?» и показывал то, что его заинтересовало. У его коллег, как старшего поколения, так и начинающих, не было ощущения, что они работают под его руководством. Они работали вместе с ним, и его опыт помогал им находить правильные решения. Доктор Огилви рассказывает, как однажды сэр Александр взял его с собой на фабрику своего брата Роберта Флеминга, чтобы сделать прививку двумстам рабочим, больным инфлюенцией. «И хотя я был всего только молодым ассистентом», вспоминает Огилви, он настоял на том, что половину работы стерилизации шприцев и инъекций выполнит он. Флеминг редко кого-нибудь хвалил. «Думаю, что это неплохо. Вот самый большой комплимент, который можно было от него услышать». Его одобрение выражалось в поддержке и содействии. Он помогал своим коллегам составить сообщение, устраивал собрание общества патологов или другой организации ученых, чтобы познакомить их с аппаратом, изобретенным каким-нибудь его молодым сотрудником. Если с его точки зрения какая-нибудь новая идея заслуживала внимания, он яростно ее отстаивал. Если же находил ее не стоящей, он уничтожал ее одним словом. «Отвратительно», говорил он, «И к этому вопросу больше не возвращались. Многие считали, что разговаривать с Флемингом чрезвычайно трудно. Ждешь от него ответа, а он лишь хмыкнет, что-то невнятно буркнет или просто молчит. Вы остаетесь в полном недоумении. Разговор повисает в воздухе, и вы не знаете, то ли вам продолжать его, то ли просто уйти. А в другой раз он может вести себя очень мило и всегда самым неожиданным образом. Флеминг бывал гораздо приветливее с простыми людьми, чем со знатными. Он выказывал невероятную доброжелательность какой-нибудь молоденькой медицинской сестре, по ошибке забредшей к нему в кабинет и оробевшей при виде такого большого начальника, беседовал с нею, провожая ее по коридору до нужной ей лаборатории и совершенно ее очаровывал. Но эта любезность никогда не была преднамеренной, она возникала стихийно. Флеминг любил точность и краткость. В меня всегда вселяли энтузиазм, пишет Крэгстон, секретарь института, всякие пожертвования, которые делались нашим научным лабораторием. Как-то я рассказал Флемингу об очередном пожертвовании и показал ему написанное мною благодарственное письмо, в котором было около ста слов. Он прочитал его и с улыбкой сказал мне, вы немало потрудились, Крэгстон, но ведь суть в том, что мы благодарны за это пожертвование. Совершенно верно ответил я, так почему вам не ограничиться этим и не избежать излишнего труда? Особенно высоко он ценил искусных лаборантов. Бактериолог в наше время, говорил он, уже не способен выполнить даже самые простые технические операции. Сам он всю свою жизнь справлялся с этими техническими операциями лучше лаборантов и тем самым завоевал их уважение. Он осуждал экспериментаторов, которые физический труд считает ниже своего достоинства. Многие научные работы института велись по его совету или под его непосредственным руководством. Но потом он, проявляя огромное благородство, отказывался ставить свою подпись под сообщениями, хотя своей ценностью они в основном были обязаны ему. В тех случаях, когда он давал свою подпись, он говорил, поставьте мою фамилию последней, тогда они вынуждены будут перечислить всех. Если же вы поставите мою фамилию первой, они скажут просто сообщение Флеминга и других, а мне это совершенно не нужно. Достигнув славы, о какой он и не мечтал, Флеминг теперь стремился выдвинуть своих коллег. Сотрудники восхищались им как ученым и как руководителем. Его достоинства как администратора порой подвергали сомнению, некоторые говорили, что его пугает борьба и он всегда идет по линии наименьшего сопротивления. Но Крэгстон, который как секретарь института знал закулисную сторону всех конфликтов, придерживался другого мнения. Помню случай, когда он, чтобы угодить большинству, принял административное решение вразрез со своими собственными взглядами. Это мучило его несколько недель, и он успокоился только когда отменил прежнее решение и поступил так, как ему подсказывала совесть. Доктор Брукс пишет, «Когда его мнение не совпадало с вашим, он превращался в опасного противника. Если он был уверен в своей правоте, он ни за что не уступал. Когда он чувствовал, что сопротивление слишком сильно, он откладывал решение. «Дайте любому вопросу отстояться, и он разрешится сам собой», утверждал Флеминг. «Он никогда не спешил, сдерживал себя и не разрешал себе поддаваться чужой спешке. Неизбежные при общей работе разногласия, распри не задевали его. «Вы ведь знаете», говорит его секретарь Эллен Бекли, «как люди одной профессии, да еще работающие в одном здании, могут завидовать друг другу и воевать между собой. Но в профессоре Флеминге я никогда не замечал ни малейшей зависти. Зависть бродила вокруг, не задевая его. Он по своей натуре был бесспорно благороднее, выше и лучше большинства людей. Ему совершенно чужды были мелочность, низменный эгоизм, бесчестные мысли и поступки». Эллен Бекли описывает, как Флеминг руководил институтом. «Собеседник садился рядом с ним, и Флеминг с сигаретой в углу рта бросал «Давайте». Он с большим вниманием выслушивал все, что ему говорили, продолжая свою собственную работу. Потом к нему с другой стороны подсаживался еще кто-нибудь и излагал свой вопрос. Он мог успешно заниматься одновременно двумя-тремя делами и, поразмыслив, давал каждому дельный ответ. Доктор Боб Мэй пишет, «С ним можно было безбоязненно обсуждать личные дела. Мы знали, что он нас доброжелательно выслушает и по мере своих возможностей поможет. Он настоял, чтобы в комитет ввели ученого, у которого недавно был припадок нервной депрессии. Это ему поможет восстановить душевные равновесия, вернет уверенность в себе. Он видит, что люди верят в него, и он еще нужный человек. Но такие поступки он стыдливо скрывал от всех, а из-за сенчивости бывал подчеркнуто холоден, сдержан, резок. Ему доставляло странное удовольствие выставлять себя в искаженном свете. Этим отчасти и объясняется, почему его так плохо знали все, кроме его сотрудников. Легенда, которая создавалась о нем, его забавляла. Все измышления, появлявшиеся о нем в газетах, также аккуратно вырезались, сохранялись, словно они были правильными. По распоряжению Флеминга, его секретарь и доктор Хьюг должны были все время пополнять папку под названием «Миф о Флеминге». И сам усерднее других, он пересказывал все эти выдуманные истории и следил, чтобы они не забывались. он был убежден в плодотворности свободных поисков и исследований и отстаивал это в институте. Исследователь должен быть свободен идти в том направлении, которое указывает ему новое открытие. Каждому исследователю нужно иметь какое-то свободное время, чтобы осуществить свои замыслы, никого в них не посвящая, разве что он сам того пожелает. В эти свободные часы могут быть сделаны открытия первостепенной важности. Он сироней рассказывал историю небольшой химической фабрики, которая наконец-то решилась обзавестись настоящим исследователем. Он приступил к работе в понедельник утром, и мы оборудовали лабораторию в помещении, отделенном от директорского кабинета стеклянной перегородкой. Все утро руководители фабрики с любопытством наблюдали за работой ученого в белом халате. В полдень, не выдержав, они вошли к нему и спросили, ну как, сделали вы какое-нибудь открытие? Эта жажда немедленно добиться результатов свойственна людям, говорил Флеминг, но она приносит только вред. Действительную пользу может принести лишь длительная исследовательская работа. Бывает, что лаборатория не дает ничего практически применимого в течение нескольких лет, и вдруг неожиданно ученый делает какое-то открытие, возможно, совсем не то, на которое надеялись, на которое на сто лет окупит расходы на лабораторию. Он приводил в пример Пастера. Люди говорили, почему подняли такой шум из-за небольшой асимметрии кристалликов? К чему все это? Можно ответить словами Франклина. К чему новорожденный ребенок? Флеминг снова побывал во Франции в ноябре 1946 года, когда отмечали 50-летие со дня смерти Пастера. Все ученые, приглашенные на это торжество, приехали вдоль специальным поездом. В поезде, вспоминая доктор Ван Хеннинген, к нам подошла группа французских студентов. Они сказали, что будут нам служить переводчиками и гидами. Они буквально преклоняли колени перед Флемингом и говорили о нем, как об одном из величайших ученых всех времен. Боже мой, подумал я, как неловко должно быть бедняге Флему. Тем более, что рядом с ним сидит коллега. Нелегкое испытание. Посмотрим, как он из него выпутается. И вот, представьте себе, он замечательно вышел из щекотливого положения. И я считаю, что по одному этому можно судить о человеке. Он держал себя без всякой напыщенности, оставаясь самим собой, говорил с ними живым и образным языком, каким умел порой говорить. Он рассказал этим молодым людям о работе, которую вел в тот момент и которая его интересовала гораздо больше, чем прошлое его открытие. Флемингу приятно была известность, которой он пользовался, но он ничуть не гордился этим. Он коллекционировал ордена, как школьник коллекционирует марки, и радовался, когда ему вручали какой-нибудь редкий экземпляр. во время пресс-конференции он напомнил, как Пастер уже в 1877 году заметил, что какая-то плесень его культур уничтожала бацилла сибирской язвы. Он уже тогда предчувствовал, что какое-нибудь вещество, вроде пенициллина, сможет когда-нибудь быть использовано для борьбы с инфекционными заболеваниями. «Вот уже неделя, как я во Франции, говорил Флеминг, и совершаю паломничество по местам, где царит дух Луи Пастер. Вдоле он родился, в Арбуа прошла его юность, в Париже он погребен. Тело его покоится в Пастеровском институте в Париже, но гений его во всех странах мира вдохновляет все серьезные работы в области микробиологии, науки, фундамент которой он заложен, что ныне выдерживает здание, превосходящее по своему масштабу и славе все, что предвидел даже чудесный гений самого Пастера. Все страны мира приглашали Флеминга к себе, все его чествовали, но самую большую истинную радость испытывал он, живя среди своих близких, копаясь в своем саду в графстве Суфолк. В нем чрезвычайно развит был семейный дух. Он бывал в наилучшем настроении, когда они все собирались вместе, что случалось часто, рассказывает миссис Макмиллан. Флеминг очень любил своего сына, который потом стал врачом. Его жена, получив титул леди, оставалась такой же простой, верной своим старым друзьям. Слава не вскружила ей голову. Она так хорошо знала мужа, что уже не беспокоилась, когда вдруг на него находили приступы молчания, казавшиеся необъяснимыми. Помню, пишет профессор Круикшенк, я присутствовал при его возвращении из очередной триумфальной поездки. Он вошел в дом, поставил чемодан и не произнес ни слова. Жена сказала, что ужин готов. Он сел и молча съел ужин. Он так ни о чем и не заговорил. Ему несомненно хотелось рассказать о своем путешествии, но мешала какая-то непонятная скованность. Сарин продолжала вести хозяйство в лондонском доме и в Дунию почти без посторонней помощи, хотя у них всегда гостило много друзей. Жизнь в Дунию была полна забавных и неожиданных происшествий, которые так любил Флеминг. В один из понедельников, отвозя своей машине на вокзал друзей, которые провели у них суббота и воскресенье, он увидел, что опаздывает и друзья не попадают на поезд. Ну, посмотрим, крикнул он и гнался за паровозом до следующей станции. Злосчастные пассажиры, которых бросало из стороны в сторону, цепляясь за сиденье, подбадривали его веселыми возгласами «Жмите, Флем! Жмите!» Но вот он резко затормозил и машина с душераздирающим скрежетом остановилась у станции как раз в тот момент, когда подходил поезд. Друзья крикнули «Ура! Здорово, Флем!» и вскочили в вагон. Старые привязанности, простые сельские радости, в этом находил он счастье. Другого он и не желал. Один из его друзей как-то сказал ему «Это позор, что Родина до сих пор не отблагодарила вас за то, что вы сделали для человечества, дав ему пенициллин. Могли бы вам дать такую осязаемую награду, как, например, сто тысяч фунтов, которые они дают после окончания войны генералам-победителям». «А на что мне сто тысяч фунтов?» спросил Флеминг. «У меня есть все, что мне нужно». «Редко можно встретить человека, которого бы настолько не испортила слава». «Флем часто поражал меня», пишет доктор Стюарт. «Он был воплощением редко встречающейся в наши дни породы чистокровного человека. В нем ничего не было ублюдочного, ничего искусственного. До конца своей жизни, несмотря на многочисленные поездки, торжественные приемы, несмотря ни на что, он оставался точно таким же, каким юношей приехал вне, когда из своей родной Шотландии в Лондон. Как-то я познакомился с одной француженкой, занимавшейся собаководством. Узнав, что я шотландец, она сказала, что у нее есть большой друг, тоже шотландец, Александр Флеминг. Она встретилась с ним несколько лет назад, и он ей понравился как человек, хотя она не знала, что он знаменитый ученый. «Это потому, что вы любите чистопородных собак», вырвалось у меня. Сперва она уделилась, но потом ответила, «Вы правы». чрезвычайный посланник «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения». Чехов В 1946 году Британский совет, как до войны, выделил несколько стипендий для иностранных исследователей. Среди претендентов была одна молодая гречанка, доктор Амалия Куцурис Вурека. Ее отец был врачом и учился в Париже и в Афинах. До войны 1914 года он практиковал в Константинополе. После начала войны он вынужден был бежать и вернулся в Грецию. Его дом и клиника были конфискованы. Амалия Куцурис, его дочь, студентка медичка, вышла замуж за коллегу своего брата, архитектора Маноли Вурека. Во время Второй мировой войны Амалия Вурека и ее муж принимали активное участие в движении сопротивления греческого народа и оба были брошены оккупантами в тюрьму. После окончания войны все оказалось уничтожено. Их дом, мастерская, архитектора, лаборатория, где работала молодая женщина. Амалия была разорена. Поскольку в военное время она не могла следить за успехами науки, ее обрадовала возможность поехать в Англию учиться. В Греции ее ничто теперь не удерживало. Она уже около десяти лет фактически разошлась с мужем, хотя и была привязана к нему. Стипендии британского совета присуждались без экзаменов. Кандидаты должны были представить свои дипломы, отзывы профессоров и свидетельства о своем поведении во время войны. С теми из кандидатов, кто оставался в списке после отсева, беседовал директор, историк Стив Ренчмен. Высший балл был присужден молодой гречанке за то, что на вопрос «Почему вам нравится научно-исследовательская работа?» она ответила просто и искренне. Ее преподаватели тоже усиленно ее рекомендовали и таким образом она оказалась первой в списке. Она окончила медицинский факультет и специализировалась в области бактериологии. В Грецию до освобождения о пенициллине доходили только нелепые слухи. Говорили, что англичане нашли какую-то маленькую медузу, обладающую чудесным лечебным свойством. Ее будто бы давали глотать больным, и она, до того, как ее успевали переварить, выделяла вещество, которое исцеляло от септицемии. После войны на смену этому новому мифу о медузе пришли более серьезные сведения. Грек Олегезатос, профессор Амалии, который сам открыл явление антибиоза, хорошо знал работы Флеминга и восхищался ими. Он посоветовал своей бывшей студентке попытаться попасть в отделение этого шотландского ученого. Запросили Флеминга, и он сообщил, что согласен взять ее к себе на шестимесячную практику. Амалия Вурека выехала в Лондон. Впервые она появилась в Сент-Мэре 1 октября 1946 года. Флеминг принял ее в крошечном кабинете. Он спросил, над какой темой она хотела бы работать. Она сказала, над вирусами. Он ответил, что в вирусологическом отделении нет свободного места. Может быть, ее заинтересует аллергия? У Флеминга был низкий голос, говорил он шотландским акцентом, не разжимая губ, удерживая сигарету в углу рта. Греченка не очень хорошо знала английский язык и не поняла слово аллергия. Он сказал его, не выговаривая букву Р. Флеминг прочел на ее лице замешательство и решил, что она не хочет изучать аллергию. Его лицо озарилось доброй улыбкой, и он тоном человека, который просит сделать ему одолжение, спросил, не пожелает ли она работать с ним. Она сразу согласилась, чтобы покончить с этим мучительным для нее разговором. К тому же ее покорили лучезарной улыбкой просиявший взгляд Флеминга. Казалось, с него вдруг слетела непроницаемая маска, и он предстал перед ней полной бесконечной доброжелательности. Почему он сперва надел эту маску, подумала Амалия? Сдержанность это простое приличие, осторожность или хитрость? Она поняла, что при виде ее растерянности ему захотелось ей помочь, и была ему тем более благодарна, что чувствовала себя очень одиноко в этой стране, столь непохожей на ее родину. Когда она вошла в кабинет, она увидела человека маленького роста, холодного и сурового, но потом произошла удивительная перемена, и она вдруг обнаружила совершенно иного человека с необычайными глазами, живыми, умными, человечными. Может быть, в нем жило два человека, тот, кем он был и тот, кем он притворялся. При первой же встрече ее очаровала эта его двойственность. Когда она начала работать, Флеминг представил ее сэру Алмрату Райту, который, хотя и ушел в отставку, продолжал приезжать раза два-три в неделю подышать атмосферой лаборатории. На молодую иностранку Райт произвел впечатление доисторического мамонта, и не только своим обликом, но и потому, что в ее воспоминаниях имя его стояло в учебниках рядом с именами знаменитых ученых прошлого, рядом с Пастером, Кохом, Эрлихом. Она была первой женщиной, принятой в это отделение, где жена-ненавистничества. Кстати, только после смерти старика ей разрешили питаться в столовой больнице и приходить на чаепитие в библиотеку. Флеминг поручил одному молодому доктору познакомить новенькую с лабораторным оборудованием. Аппаратура в лаборатории очень хрупкая и, как известно, требует большой ловкости. Флеминг по-прежнему гордился тем, что он умеет орудовать ею искусней всех. Амалия подумала про себя и в этом она была права, что он сохранил мальчишеские черты. Он часто приглашал ее в комнату лаборантов и учил делать микропипетки на газовой горелке. Она находила, что это очень сложно, а он смеялся довольно ее неудачами. Вскоре Флемингу пришло в голову взяться за одну научную работу вместе с доктором Вурека и Робертом Мэй. Он наметил тему тетрования стрептомицина, составил план опытов и сам же потом написал сообщение, но настоял, как он это делал почти всегда, чтобы его имя стояло последним. Так будет лучше для вас, а мне не нанесет никакого урона. Этот поступок, его простота в обращении, его доброта, его упорное нежелание относиться к себе всерьез, необычайное достоинство его ума, его молчаливость, все это сделало из него героя в глазах греческой студентки. Как приятно иметь учителя, дверь которого всегда открыта для учеников, с которым можно повидаться в любой час без всякого труда. Он, не вставая со своего вращающегося стула, поворачивался к вам, и его лицо выражало живой интерес и радостное ожидание. Вы его спрашивали, не помешали ли ему? Нет, нет, говорил он, мне ведь нечего делать. Вы ему излагали вопрос, над которым уже несколько дней тщетно бились. Ответ следовал сразу и прояснял проблему. Он всегда умел, вспоминая доктор Огилви, по-новому осветить вашу проблему, найти к ней подход, который вам и в голову не приходил, и надоумить сделать ряд совершенно новых опытов. даже если тема была казалась очень далека от того, чем он занимался, он схватывал ее сразу. Дав совет, он поворачивался на стуле и снова принимался за работу. Он по-настоящему гордился своей способностью выполнять несколько дел сразу, и при том очень хорошо, и умением быстро найти нужное решение. Амайя Вурека слышала однажды, как он обсуждал с одним из коллег заслуги Коха и Пастера. Коллега отдавал предпочтение Коху. Пастер, говорил он, проводил слишком мало контрольных опытов. Пастер был гением, сказал в ответ Флеминг. Он наблюдал с заявлениями и, что еще более важно, оценивал их и понимал, что они значат. Каждый опыт Пастера был окончательным и стоил ста опытов. И вот вам доказательство этого. Он мог его повторять сколько угодно раз и всегда так же успешно. Я подумала тогда, пишет Амалия, что и он, как Пастер в высшей степени обладал даром поставить именно тот опыт, который будет иметь решающее значение и из случайных наблюдений сделать важнейшие выводы. В тот момент по блеску его глаз я поняла, что он это великолепно знает. Но как по-разному эти ученые относились к себе, подумала я. Пастер сознавал, что он гениален и целиком отдавался своим исследованиям, прервать их было бы преступлением. Для Флеминга же мир существовал и за пределами лаборатории. Рождение у него в саду нового цветка вызывало в нем такой же интерес, как и его научная работа. Все было важно и все в одинаковой степени. Его глаза сохранили то же изумленное выражение, с каким он в детстве восхищался бесконечными просторами ландов, красотой холмов, долин и рек родного Локфилда. Он и теперь, как некогда, будучи школьником, чувствовал себя незначительной частицей природы. Этим и объяснялось его нежелание выдвигать себя вперед, его отвращение к громким словам. Можно даже сказать, что он был гением по неволе и даже против воли. Часто он уезжал в какое-нибудь далекое путешествие, во время которого собирал коллекции медалей, крестов и докторских степеней. Возвращаясь, он, поблескивая глазами, рассказывал Роберту Мэю и Амалии Вурека комические происшествия, которые произошли с ним во время его поездки. Их доброжелательное жадное внимание растапливало его стеснительность. Каждое утро, когда он шел в лабораторию, Амалия с радостью слышала его бодрые молодые шаги по коридору. Его присутствие давало ей ощущение покоя, безмятежности и счастья. 30 апреля 1947 года после непродолжительной болезни умер сэр Алмрад Райт. Для Флеминга это было большим горем. Трудно было встретить двух более непохожих друг на друга людей. По словам доктора Филиппа Уилкокса, с Флемингом было легко сговориться. Он всегда был спокойным и в нем не чувствовалось никакого нервного напряжения. Мягкий, невозмутимый, он не был оторван от внешнего мира или целиком поглощен своей работой. В этом он был человечнее сэра Алмрад Райта, который производил впечатление ученого огромного ума, с головой ушедшего в мир бактерий и мало интересовавшегося спортом и всякими развлечениями. Это верно. Райт был аскетом и эстетом, суровым философом, истязавшим самого себя. Он презирал всякую роскошь и находил удовольствие лишь в беседах с людьми равной с ним культуры. В музыке, в науке и в поэзии. Койбрук в статье, посвященной его памяти, напомнил, что для своих учеников Райт был не только ученый, но и друг, и выдающийся человек. Мы все помним, как он спокойно входил в лабораторию, чтобы приняться за свою повседневную работу, и обычные его приветствия «Ну как, мой друг, чему вы сегодня научились у нашей матери науки?» Мы помним его строгий и простой образ жизни, его огромную доброту и щедрость, которую он проявлял по отношению ко многим, хотя мало кто об этом знает. Мы помним, как он в свободные часы обходил свой сад с мотыгой в руке, его характерные подмигивания, когда он приводил новое доказательство несовершенства женского ума или придумывал какое-нибудь новое слово. Помним мы его чудесный дар рассказчика, его любовь к сокровищам поэзии, которая обогащала этот ум всю его долгую жизнь. Для Флеминга со смертью Райта кончилась целая эпоха. Учитель порой заставлял его страдать, но Флеминг помнил только, что бесконечно многим обязан ему. Флеминг любил показывать новичкам некоторые аппараты и рассказывал, что они были придуманы Райтом и навсегда связаны с его памятью. Наверное, оказавшись один во главе института, Флеминг испытал такое же ощущение, как сын, который потерял отца и вдруг стал опорой семьи и главой нового поколения. И потребовалось продлить срок стипендии Урека, британский совет прислал Флемингу длинную анкету, которая его очень позабавила. Ему доставляло удовольствие подсмеиваться над молодой женщиной, то и дело входить в лабораторию и спрашивать, как я должен ответить на этот вопрос, достигли ли вы чего-нибудь в этой области. Сомневаюсь. По своему обыкновению он говорил все это с самым серьезным видом. Невозможно было понять, шутит он или нет, но он написал весьма похвальный отзыв и стипендия была возобновлена. Примерно в то же время Флеминг получил письмо от американца эльзасского происхождения, который очень щедро поддерживал научно-исследовательскую работу как в Америке, так и в Англии и во Франции. Звали этого замечательного человека Бен Мэй. Он начал свою карьеру заработков 3 доллара в неделю, затем основал в Алабаме предприятие по сбыту леса и разбогател. Большую часть своих доходов он тратил на помощь исследователям в области медицины в Америке и в Европе. В ноябре 1947 года он написал Флемингу «Вы меня не знаете, но я один из тех, кто чувствует себя обязанным вам. Мне хотелось бы проявить свою благодарность чем-то более существенным, чем простые слова. Если у вас найдется свободное время, сообщите мне, много ли по-вашему в Англии хороших исследователей, которые испытывают затруднения в работе из-за отсутствия средств. «Каково положение во Франции? Мне лично, например, кажется, что даже Пастеровский институт в Париже не имеет всего необходимого. Ответьте мне, пожалуйста, есть ли у вас стереоскопический микроскоп? Не стесняйтесь, сообщите, что вам нужно. Сделав это, вы мне окажете услугу. Я не изобрел никакого способа унести с собой деньги в загробный мир и не имею гарантии, что они будут в ходу по ту сторону Стикса, поэтому не доставляет больше удовольствия тратить их, помогая стоящему делу». Бен Мэй предлагал выделить стипендию для какого-нибудь исследователя, предоставив выбор кандидатуры Флемингу. Флеминг ответил, что стереоскопический микроскоп сослужит ему большую службу и предложил кандидатам на стипендию Амалию Вурека, не спросив ее согласия и даже не предупредив ее. Когда все было улажено, он поставил ее перед свершившимся фактом, посоветовал отказаться от стипендии Британского Совета и продолжать свою работу, пользуясь субсидией Бена Мэя, которая давалась на более длительный срок. Амалия Амалия Флеминга. Флеминга Флеминга и в своей квартире использовал все, что было под рукой, подобно тому, как он собирал лабораторную аппаратуру. Ему захотелось, чтобы у него на столе была электрическая лампа. Он взял длинный шнур, не задумываясь, присоединил его к люстре спальни, опустил его на пол, просунул под дверь и протянул к столу. Люди запутывались в шнуре, декоратор нашел бы это уродливым, недопустимым, возмутительным, но Флеминг гордился своим предспособлением, а Амалию оно восхищало, потому, что ни один человек в мире, кроме него, не способен был придумать такое примитивное разрешение вопроса и им удовлетвориться. Иногда Амалия служила переводчицей между Флемингами и их многочисленными иностранными гостями. Она бегло говорила на трех языках, и Флемингу это казалось необычайным подвигом. В какой-то из вечеров она переводила слова одного грека, приехавшего из Испании. Тот попросил, чтобы Флеминг подарил ему свою фотографию с автографом. Амалия воспользовалась этим и попросила и себе карточку. Флеминг сделал вид, что не слышит. Вмешалась его жена. «Алик, дайте ей вашу фотографию». Он ничего не ответил. Сарин наклонилась к Амалии и очень доброжелательно сказала, что муж часто говорит о ней. Флеминг явно смутился. Сарин настаивала повторить ей то, что вы мне говорили. Он что-то пробурчал, достал карточку, подписал ее и протянул Амалии. Она поставила его портрет у своего изголовья. Друзья подшучивали над ней. Знаете, это настоящий викинг, великан с белокорыми кудрями. Но насмешки ее не трогали. Она относилась к своему учителю с большой любовью и восхищением. Флеминг продолжал получать приглашение из разных стран. В 1948 году он снова поехал в Париж, где его избрали членом Северной Академии, президентом которой был Жорж Гюйсман. Дневник Флеминга Пятница, 23 апреля 1948 года. В бурже не было осложнений, ни таможенных, ни других. Принят его преосвященством Детрезом, женой президента Северной Академии Мадам Гюйсман. До лютеции в машине, прогулка вдоль сены, в лавочках много красивых вещей, особенно старинных, но цены очень высокие. Такси до ресторана Людовика 14 на площади Виктуар. Шофер не мог найти ресторана, который оказался очень маленьким. На втором этаже 15 членов Академии, священнослужители, литераторы, ни одного медика. Великолепный ужин. Вынужден был произнести небольшую речь. Ухитрился поставить на место драматурга, который, прочтя одной из моих речей, утверждал, что он меня открыл. Сказал ему, что он себя льстит, так как моя жена за 30 лет не смогла еще этого сделать. Суббота, 24 апреля. Час гулял гулял в люксембургском саду. Очень весело. Настурции, алисумы и анетины глазки. Вовсю цветут каштаны. Повезли к кармелитам на улице Шефер. Академики и кармелиты. Польклодель старый и глухой. Адмирал Доржан-Лье, бывший командующий французским флотом в Англии, теперь стал монахом. Сидел между президентом Гейсманом, государственный советник улица Мюэт-1, 16 округ, и адмиралом, который говорит по-английски. Грандиозный завтрак начался в час 15 минут и кончился в 5 часов. Изобилие речей, много приятных слов по моему адресу, но я ничего не понял. Во время своего пребывания в Париже Флеминг позировал скульптору Барону, который должен был вычеканить медаль с портретом Флеминга для Монетного двора. Через несколько дней он получил письмо от Барона и фотографии медали. Показал их первое Хьюгу, сказал суровое лицо, второе Маклину, сказал боксер, третье Мадам Вурека, сказала дикарь, четвертое Макмиламу и Дженнингсу, сказали очень хорошо. Приложено письмо директора французского Монетного двора с просьбой разрешить чеканить медаль. Ответил да. В конце мая 1948 года Флеминг и его жена выехали в Мадрид, куда их усиленно приглашали. Крупные испанские ученые Бустинца из Мадрида и Триас из Барселоны организовали эту поездку, которая превратилась в триумфальное шествие. Куда бы Флеминг ни приезжал, на него обрушивался поток почестей, ставших теперь привычной частицей его жизни. В университетах Барселоны и Мадрида ему присвоили почетное докторское звание, избрали в академике, устраивали приемы, награждали орденами. Никогда еще не встречал он такого народного энтузиазма, такой горячей благодарности больных, которых он спас пенициллином. Они вставали перед ним на колени, целовали ему руки, преподносили подарки. У Флемингов сохранились бы самые чудесные воспоминания об этой поездке, если бы в Мадриде Сарин не заболела и так тяжело, что у ее постели дежурила сиделка. По дневнику Флеминга видно, что он по своему обыкновению интересовался всем и был всем очень доволен. Барселона, 27 мая 1948 года. Мы прошли метров 300 по цветочному рынку. Узнали, много аплодировали. Цветочницы нам дарят розы и гвоздики. В ратуше, чтобы посмотреть на процессию в честь таинства святого причастия. Мэр и советники во фраках, белых галстуках. Для нас выделено ложе, овация и приветственные крики. Очень неудобно. После процессии приветствия в течение всего пути до самой гостиницы. Такое впечатление, что я Уинстон или принцесса Елизавета. Это мне вновь. В нашем номере огромные букеты цветов. Генеральный консул говорит, что он очень рад моему приезду. Это будет во многом содействовать улучшению отношений. Мне кажется, что я скорее играю роль посланника, чем лектора медика. Виконт Гуэль, меценат, похож на Эдуарда Седьмого. 29 мая. Интервьюировали для крупной газеты. Пришлось отвечать на такие вопросы. Эффективна ли сыворотка богомольца? Будет ли новая война? Почему испанская наука отстает? Если бы я был болтливее, мне бы не избежать неприятностей. В 11 часов отъезд в Монсеррат. Обед в полном молчании подавали монахи, и только один из них пел что-то на латыни. Настоятель представил мне старого монаха, вылеченного пенициллином от септицемии. Шерри кофе в Бенедиктин. Этот Бенедиктин, приготовленный в монастыре, слегка отличается от обычного. В кармане у меня была культура пенициллина в медальоне. Я ее подарил настоятелю. Он пришел в восторг и отнес ее в сокровищницу монастыря. Ужин в ресторане. Хозяин отказался от денег. Здесь в Испании впечатление, что я герой. 30 мая. Бой быков снимался с тремя ториадорами. Когда садился на свое место, зрители с трибун устроили мне овацию. Массовая истерия. Лег в три часа ночи. Подарки лились рекой. Сапожник, которого спас пенициллин, подарил две пары обуви. Одну из крокодиловой кожи Флемингу, вторую черную с золотом Реди Флеминг. Портной два костюма. Исцеленная испанка преподнесла соболе палантин, благодарный оптик очки в золотой оправе. С точки зрения коллекционера случайных вещей, это было изумительное путешествие. Но пришлось дать тысячи автографов, произнести множество речей, которые переводчица переводила на испанский язык, прочитать лекции в больницах о применении пенициллина, ужинать на открытом воздухе в Розалиде, где пожелала встретиться с Флемингом итальянская королева Мария Жозефина. Севилья приема мэра группа красивых девушек исполняет андалузские танцы, очень грациозно. Любопытное хриплое пение, похожее на восточное. Избран почетным президентом медицинского общества Севильи. В 11 часов 30 минут утра надел фраг для церемонии в академии. Толпа народу английский национальный гимн, речь президента, золотая медаль. Затем прочитали по-испански мою лекцию об истории пенициллина. Это длилось три четверти часа. Я чуть не заснул. В Севилье среди прочего Флемингу подарили сомбреро, которое оказалось ему мало. Пришлось разыскивать другое. Толедо. Греко Гойя. В машине до дома Мараньона. Вид на Толедо. Великолепный дом и очаровательная семья. Завтрак на открытом воздухе. Очень приятно. Очередные подарки. Нож для разрезания книг, лезвие сделано в Толедо, кукла, огромная сигара, книги и среди них стихи Скотта. Наконец, после пребывания в Кордове и Херсе, Флеминг приехал в Мадрид. Столица, естественно, пожелала своим приемам превзойти Барселону. Много цветов, королевские апартаменты в отеле Риц, ужин в гольф-клубе с герцогом Альба, который был очарователен и утверждал, будто ужинал со мной в Оксфорде, но он ошибается. Флеминг был награжден большим крестом Альфонса X Мудрого и получил звание доктора Мадридского университета. Ему пришлось облачиться в голубые тогу, плащ и причудливый головной убор. Ему надели на палец кольцо, преподнесли белые перчатки, он поднялся на кафедру за человеком, который нес булаву и произнес речь, а его друг Бустинца перевел ее на испанский язык. Когда Флеминг вернулся в Лондон и доктор Хьюг спросил его, какое из докторских званий доставило ему больше всего удовольствия, он ответил, не колеблясь, мадридское, мне там подарили тогу и плащ. В общем, это было путешествие из тысячи и одной ночи, но очень утомительное, так как они не имели ни минуты передышки. Его жена уезжала из Лондона нездоровой, а в Мадриде совсем слегла. В Лондон они вернулись самолетом 14 июня. В последующие месяцы состояние Сарин все ухудшалось, она уже не могла сопровождать мужа в его путешествиях, а он вынужден был выполнять данные обещания. Его избрали почетным гражданином Челси, и это доставило ему удовольствие. В своей речи он говорил об Уистлере, американском художнике, о Тернере, английском художнике, о своем любимом клубе художников. Челси нельзя себе представить без художников. Искусство в самом широком смысле этого слова принадлежит к немногим действительно важным вещам. Премьер-министрам и министрам финансов отводится большое место в газетах, но как только они уходят от власти, их забывают. Лишь человек искусства бессмертен. В 1949 году Флеминг был избран членом Папской Академии Наук. Он поехал в Рим и был принят папой. Вернувшись в Лондон, он вскоре отплыл на Коин-Элизабет Соединенные Штаты, где обещал присутствовать при учреждении Оклахомского фонда для научно-исследовательской работы. Он попытался отказаться от этой поездки, ссылаясь на то, что уже не молод, а Оклахома слишком далеко, но потом согласился, решил, что это его долг. Он не пожалел, что поехал. Там он встретился со своими старыми друзьями по пенициллину, был произведен в Киево индийским вождем в национальном костюме и произнес на открытии фонда одну из своих лучших речей. Исследователю знакомы разочарования, долгие месяцы работы в неправильном направлении, неудачи. Но и неудачи бывают полезны, если их хорошенько проанализировать, они могут помочь добиться успеха. А для исследователя нет больше радости, чем сделать открытие, каким бы маленьким оно ни было. Она дает ему мужество продолжать свои искания. неудачи. Затем он заговорил о слишком благоустроенных зданиях научных учреждений. Он уже не раз осуждал ненужные украшения и мраморные дворцы. Переведите исследователя, привыкшего к обычной лаборатории в мраморный дворец, и произойдет одно из двух. Либо он победит мраморный дворец, либо дворец победит его. Если верх одержит исследователь, дворец превратится в мастерскую и станет похож на обыкновенную лабораторию. Но если верх одержит дворец, исследователь погиб. Вспомним, какую великолепную работу проделал юный пастер на одном из парижских чердаков, где летом в середине дня становилось невыносимо жарко. Я сам наблюдал, как в начале века работал Армор Трайт со своей группой в двух маленьких комнатах больницы Сент-Мэри. А ведь их работа привлекала в крошечную лабораторию бактериологов Нью-Йорка, Колорадо, Калифорнии, Орегона и Канады. По моей собственной лаборатории одна американская газета писала, что она напоминает заднюю комнату в старой аптеке. Но я не променяю ее на самое большое и роскошное помещение. Я видел, как прекрасная и сложнейшая аппаратура делала исследователей совершенно беспомощными, так как они тратили все свое время на манипулирование множеством хитроумных приборов. Машина покорила человека, а не человек-машину. Другими словами, исследователю требуется полезное, эффективное оборудование, а отнюдь не роскошное. «Но я был бы огорчен», добавил Флеминг, «если бы вы подумали, будто я против хорошего оборудования. Лабораторные приборы для исследователя это орудие его труда, а хороший рабочий должен иметь хорошее орудие». Флеминг сделал большие успехи в ораторском искусстве, и теперь его простые убедительные выступления производили впечатление. Он вводил в них свой флеминговский юмор. «Иногда находишь то, чего и не искал», говорил он. Например, один инженер пытался синхронизировать движение лопасти винта со стрельбой из пулемета, а нашел чудесный способ воспроизводить нычание коровы или в течение 48 лет, проведенных мной в больнице Сент-Мэри, я создал в себе весьма полезную репутацию самого отвратительного оратора на свете. Считалось, что мне нельзя давать слово на торжественном ужине, и поэтому меня никогда не просили выступать. Год назад газета «Обсервер» написала, что я слишком люблю правду, чтобы быть хорошим оратором. Прошу задуматься над этими словами всех блестящих ораторов, которых мы только что слышали. В Оклахоме ходил слух, что одна пожилая дама, пожертвовавшая большую сумму в фонд, удостоилась чести познакомиться с сэром Александром и спросила его, чем он объясняет свой успех. Он будто бы ответил «Полагаю, что Богу угодно было получить пенициллин, поэтому он и создал Александра Флеминга». Когда ему пересказали этот анекдот, он ничего не сказал, но и не внес эту историю в папку мифы о Флеминге. Видимо, история была правдива. На обратном пути из Оклахомы он побывал во многих лабораториях. Его познакомили с ауромицином и хлоромицетином. Семья антибиотиков все разрасталось. Вернувшись в Лондон, он застал жену в тяжелом состоянии. Своим друзьям по больнице он горестно говорил, она не встанет. Миссис Макмиллан пришла проведать Сарин. Флеминг сам открыл дверь. «Я никогда не забуду», пишет Макмиллан, «с каким выражением лица он сказал, самое ужасное, что пенициллин не может ей помочь. Его еще не умели производить, когда умер Джон, а теперь его производят, но Сарин он бесполезен». Флеминг ухаживал за женой с бесконечной нежностью. Она умерла в ноябре 1949 года. Ее смерть была для Флеминга тяжелым ударом. Он сказал своему старому и любимому другу доктору Юнгу, «Моя жизнь разбита». В течение 34 лет Сарин была его подругой, придавала ему бодрости в трудное время. Вместе с ним работала в их саду и помогала ему стойко выдержать успех, когда, наконец, пришла слава. Похоронив ее, Флеминг в тот же день пришел в лабораторию и, как всегда, во время чая пить свои две стола. Он не говорил о своем горе, но постарел на 20 лет. Глаза у него были красные. В течение нескольких недель он выглядел трогательным старичком с дрожащими руками. Он стал еще позже засиживаться на работе и закрывал дверь в свою лабораторию, чего раньше никогда не делал. Каждый вечер он по-прежнему бывал в клубе художников и оставался там дольше, чем раньше. В опустевшем доме ему было одиноко и тоскливо. Придя из клуба, он, чтобы скоротать вечер с грустью, перевешивал картины. Этажом выше жила сестра Сарин Элизабет, вдова Джона Флеминга. Сестры-близнецы были очень похожи внешне, но совершенно разные по характеру. Насколько Сарин до болезни была веселой, шумной и жизнерадостной, настолько Элизабет была меланхоличной, особенно после того, как потеряла мужа. После смерти Сарин она часто впадала в состояние депрессии. Флеминг по своей доброте и преданности родным предложил ей обедать вместе. Некоторое время с ним жили еще его сын Роберт и племянник, оба студента Сент-Мэри. Но затем Роберт стал проходить практику в больнице, а позже, в 1951 году, уехал в колонии отбывать военную службу. Сэр Александр оказался в полном одиночестве. На субботу и воскресенье он уезжал в Редлит к своему брату. Но всю неделю этот еще не старый человек с молодой душой все вечера проводил с пожилой и больной женщиной. К счастью, умная и преданная Алиса Маршал, она вела хозяйство с тех пор, как слегла Сарин, прилагала все усилия, чтобы сделать для него жизнь, насколько это было возможно, спокойной и терпимой. Одно придавало ему мужество и было ему опорой. Его работа. Он вместе с доктором Вурека, доктором Хьюгом и доктором Кремером взялся изучать действия пенициллина на протеус вулгарис. Протей, выращенный в присутствии небольшого количества пенициллина, перерождался самым необычным образом, приобретал разные фантастические формы. Он был снабжен ресничками, которые давали ему возможность передвигаться. Эти реснички у нормального протея невидимы, но у уродливых разновидностей протея и под стереоскопическим микроскопом они были очень хорошо различимы. Флеминг изучал их движения с большим интересом, потому что Пишпер, очень известный бактериолог, утверждал, будто эти реснички не тислизи, которая выделяется микробом, когда он быстро двигается и от них не служит ему средством передвижения. Однажды Флеминг показал доктору Вурека под микроскопом замечательную разновидность протея, наделенного большими распростертыми крыльями, которыми микроб яростно размахивал, чтобы уйти с того места, где он находился. Через несколько секунд движение крыльев прекратилось. Флеминг огорчился и попытался уговорить микроб снова зашевелиться. Ну, двигайся! Но, естественно, ничего не добился. В это время его вызвали в соседнюю лабораторию. Уходя, он сказал, «Сдоставьте его шевелиться!» Вурека пришло в голову переместить зеркало, которое отражало свет на изучаемый предмет. Какова же была ее радость, когда под воздействием света микроб задвигался. Она загораживала ладонью зеркало от источника света, потом быстро открывала его и этими движениями заставляла микроб то бить крыльями, то замирать. Когда Флеминг вернулся, он очень обрадовался этому небольшому открытию. В течение многих недель он развлекался этим явлением, отмечая, сколько времени микроб бьет крыльями и сколько, утомившись, отдыхает. Ему подарили магнитофон, который заменял ему ассистента. Флеминг вслух отсчитывал секунды, рассказывал о происходящем и аппарат записывал все его замечания. Как известно, удрученный смертью Сарин, он первые месяцы часто, вопреки своим обычным привычкам, запирался у себя в лаборатории. Проходившие через вестибин слышали, как он считал своим хриплым и утомленным голосом на тех, кто его знал и любил. Это производило удручающее впечатление. Но вскоре в нем снова проснулась потребность делиться своими наблюдениями с коллегами. Однажды доктор Стюарт, недавно поступивший в институт, вдруг увидел, что его патрон приоткрыл дверь и, высунувшись, спросил, вы не делаете ничего такого, чего нельзя прервать? Нет, сэр, конечно, нет. Вы что-нибудь знаете о протее? Очень мало. Зайдите ко мне в лабораторию. В лаборатории Флеминга Стюарт увидел три микроскопа. Между ними и разными источниками света были расставлены фильтры. Флеминг торопливо переходил от одного микроскопа к другому, перемещая фильтры, следил за происходившими изменениями и диктовал свои наблюдения на магнитофон. Он предложил Стюарту помочь ему. И это превратилось в цирковой номер, как рассказывает Стюарт. Они оба бегали от микроскопа к микроскопу, наталкиваясь друг на друга. Бациллы то поднимались, то опускались. Мы командовали вверх, вниз, туда, сюда, стой, марш. Мы были так поглощены нашей работой, что не заметили, как в лабораторию зашел какой-то довольно важный посетитель. Когда он открыл дверь и увидел, как Флеминг со своим ассистентом мечутся и кричат, он решил, что мы оба слегка тронулись. Флеминг, Тодду, за последние шесть месяцев единственная небольшая работа, на которую я был способен, состояла из наблюдений под стереоскопическим микроскопом за протеем, выращенным на стеклянной пластинке на агаре с пенициллином. Он кружится, как часовая пружина, вращается в поле зрения микроскопа целый день, как огненное кольцо фейерверка. Мы имеем возможность хронометрировать его движения, вызывать их, останавливать и наблюдать за импульсивными движениями ресничек микроба. Он превосходно реагирует на раздражитель, и мне начинает казаться, что даже микроб обладает какой-то примитивной нервной системой. В сентябре 1949 года щедрый американец Бен Мэй подарил институту два изумительных аппарата, чтобы дать возможность доктору Вурека проделать дополнительные исследования по ее работе микроманипулятор и микрогорелку, изобретенные французским ученым доктором фон Брюном. Эта аппаратура давала возможность перемещать микробы невидимыми невооруженным глазом инструментами. Доктор Вурека отлично владела французским языком. Флеминг послал ее в Пастеровский институт, чтобы она освоила методы работы с новыми приборами. Доктор Вурека Бен Мэй 14 сентября 1949 года Я разделяю ваше восхищение французским микроманипулятором. Это замечательный аппарат. Иногда мне даже не верится, что мы делаем такие крошечные инструменты и проводим такие тончайшие операции. Это похоже на волшебство. Мосье фон Брюн мне очень помогает. Он занимается со мной ежедневно от 2 до 7 часов вечера, знакомит с техникой своих фантастических аппаратов и выделяет нужные мне бактерии. Подумать только, что было время, когда я вам говорила, ах, если бы я могла взять вот эту, а теперь я это делаю мгновенно и мне кажется, что это сон. Я согласна с вами, что французские приборы дают возможность производить гораздо более обширные и тонкие наблюдения, чем другие аппараты. Бен Мэй сэру Александру Флемингу Доктор фон Брюн сообщил мне, что доктор Вурека отличается от обычных женщин-ученых, которых он знал, что она не только ученый, но и человек и личность незаурядная. Доктор Вурека Бену Мэйл 5 ноября 1949 Дорогой Флеминг Флеминг к счастью сохранил любовь ко всяким превосходным игрушкам. Вопреки тому, что он утверждал в Оклахоме, ему доставляли много радости и стереоскопический микроскоп, и микроманипулятор, и магнитофон. Помимо исследовательской работы, ему помогли оправиться от горя еще и бесконечные поездки. Большую часть своей жизни он теперь проводил в самолете или на пароходе. Январь 1950 года Дублин Февраль Литц где ему вручили медаль Эдингема Март Соединенные Штаты на Коэн-Мэри Июнь Милан где он прочитал доклад о новых антибиотиках Август Бразилия Сентябрь Рим Ноябрь Брюссель где он должен был произнести речь от имени иностранных ученых на празднование восьмидесятилетия бельгийского бактериолога Жюля Борде которого он очень любил. Чтобы доставить удовольствие Борде Флеминг решил выступать на французском языке. По его просьбе Амалия перевела речь и записала ее на пленку. И этот такой занятый человек часами заучивал свою речь на малознакомом ему языке стараясь как можно отчетливее произносить каждое слово. В Брюссельском университете выступая в присутствии королевы Елизаветы Флеминг восхвалял качество Борде которыми он восхищался. Основное в работах Борде простота простота подхода простота техники. Он всегда скептически относился к фантастическим теориям недостаточно опирающимся на опыт. Он проделал большую работу и открыл новые явления которые всем нам очень помогли. В науке не каждому дано так долго сохранять мировую известность. Слава не изменила Жюля Борде. Он остался таким же скромным исследователем каким был всегда. Борде бельгиец но медицина не имеет национальности. К счастью в области медицины обмен знаниями свободный и Жюль Борде ученый международного масштаба. Когда Флеминг жил в Лондоне он иногда приглашал своего маленького греческого друга сопровождать его на вечер в Королевскую Академию либо на какой-нибудь другой торжественный ужин или церемонию. Дом в котором жила Амалия Вурека находился как раз по дороге от лаборатории к Данверс стрит. Флеминг каждый вечер отвозил Амалию на своей машине. Он уходил из Сент-Мэри в половине шестого, завозил Вурека и отправлялся в клуб Челси. Они оба очень любили бывать вместе и проезжая через Гайдпарк откровенно беседовали о самых разных вещах. В октябре 1950 года Флеминг пригласил Вурека с собой на ужин компании красильщиков. Этой стариннейшей корпорации принадлежала треть всех лебедей Тензы, другая треть была королевской собственностью, а третья компания виноторговцев. Ежегодно дается торжественный ужин и на серебряном блюде приносят молодых лебедей. Здесь Амалия впервые увидела, как передавали по кругу кубок любви. Она нашла все это необычным и очаровательным. Давно она не видела Флеминга таким веселым. Казалось, ему было приятно, что она его дама. В декабре, когда Флеминг был в Стокгольме на заседании комитета по нобелевским премиям, она уехала в Грецию на рождественские каникулы. Доктор Вурека, Бену Мейл, мне жалко одного, что я буду далеко от дорогой мне лаборатории Сент-Мэри. В Грецию ей предложили стать во главе лаборатории при Афинской евангелической больнице. Это была самая крупная больница в городе. В ней Вурека проходила практику. Ей казалось заманчивым вернуться туда в качестве начальника отделения. Она написала Флемингу, чтобы сообщить ему об этом предложении. Он ответил, «Дорогой доктор Вурека, я был рад получить от вас письмо и узнать о ваших делах. Поздравляю вас с работой в новом научно-исследовательском институте. Я знал, что вас куда-нибудь назначат, но иметь в своем ведении целый институт это очень хорошо. Вы, наверное, уже получили ланцет, там лестный отзыв о вас. Я послал номер Бен Мэйю в доказательство того, что его деньги не пропали даром. Но все же ваш рабочий стол вас ждет. Искренне ваш Александр Флеминг». Действительно, крупный медицинский журнал «Ланцет» только что напечатал работу доктора Амалии Вурека о мутации некоторых микробов и посвятил ее труду редакционную статью. Письмо Флеминга ее слегка разочаровало. Он не давал никакого совета. Ей казалось, что в словах целый институт скрыта ирония. Она-то писала об одной лаборатории? И почему но все же ваш рабочий стол вас ждет? Продиктованы ли его слова сожалением, стремлением ее удержать? Так ей сперва показалось, но она тут же упрекнула себя в слишком большом воображении. Во всяком случае назначение ее на этот пост в Греции зависело от решения совета, который должен был заседать несколько позже. В ожидании этого решения она вернулась в Лондон продолжать свою работу. В апреле 1951 года Флеминг уехал в Пакистан на конференцию ЮНЕСКО. В Карачи, как и всюду, его попросили публично выступить и предложили ему следующую тему «Как дети Пакистана смогут стать исследователями будущего?» Флеминг набросал конспект. «Мы все можем, над чем бы мы ни работали, заниматься исследованиями, критически наблюдая все, что происходит вокруг нас. Если мы замечаем необычное явление, мы должны обратить на него внимание и выяснить, что оно означает. Будущее человечества бесспорно в большой степени зависит от предоставляемой исследователю свободы. Если исследователь стремится к славе, это нельзя считать безрассудным тщеславием, но если он занимается научной работой ради денег или власти, ему не место в лаборатории. Не все дети Пакистана смогут стать исследователями, но если в них развивать, особенно с раннего возраста, наблюдательность, многие смогут достичь этого почетного звания. Флеминг побывал в мечетях, парках, засаженных розами, слетал на границу с Афганистаном. На шею ему надевали венки из цветов, его сняли на верблюде. Но самое большое удовольствие ему доставил ужин с бывшими товарищами по лондонскому шотландскому полку и то, что его провожали на аэродроме волынщики. Молчаливый профессор Флеминг Мы говорили друг с другом и друг от други, хотя оба молчали. Эмилия Диккенсон Вернувшись из своей очередной поездки, Флеминг в один из июньских дней впервые пригласил Амалию в Урека провести с ним суббота и воскресенье в Бартон-Миллс. Старая деревня, цветы, река, мир и тишина, царившие вокруг, очаровали Урека. Флеминг показал ей мастерскую в саду, превращенную им в лабораторию и обставленную ветхими шкафами и стульями с продавленными соломенными сиденьями, которые были куплены за 2-3 шиллинга на аукционах. На столах красовались замечательные дорогие аппараты, подарки от его почитателей, а рядом стояло самодельное оборудование, которое Флеминг сам смастерил из железных банок и проволоки. На деревянных стенах висели старые стампы с изображением птиц, покрытые им лаком. Удочки упирались в потолочные балки, а у двери лежала грудокалош и сапог для ходьбы по мокрым лугам. Стерилизационный котел находился в сарае, метрах в 50 от лаборатории. Он нагревался электричеством, провода тянулись из дома прямо по газону. Из больших окон открывался вид на яркий многоцветный сад. Все вместе точно отражало характер человека, который задумал и создал Дун. Гостью сразу пришелся по душе тихий и уютный дом. Амалия сказала Флемингу, что если он когда-нибудь, уйдя в отставку, переберется сюда, она выдвинет свою кандидатуру на должность лаборанта и кухарки. Он принялся поддразнивать ее гораздо более почетным и высоким постом, который она только что получила. Административный совет единогласно утвердил ее назначение в евангелическую больницу и сказал ей, уж, конечно, теперь такое занятие было бы недостойно вас. Но Амалия думала, что охотно променяла бы любой пост на право жить и работать здесь, в маленькой лаборатории, окруженной садом, бок о бок с человеком, на которого она чувствовала можно полностью положиться. В спокойствии, царившей здесь, ее представлений олицетворяло рай. Шлеминг собирался провести в Дуне весь август. Он предложил Амалии приехать к нему на неделю. Она сказала, что у нее уже поставлено несколько опытов. А вы привозите сюда ваши культуры, возразил он ей, и будете работать в моей лаборатории. Она приехала с ним в машине и провела в Дуне чудесную неделю. Она навела порядок в маленькой лаборатории, что до нее еще никогда никто не делал. Помогла Флемингу срезать крапиву и сорняк новой машинкой, которой он очень гордился, удила рыбу в речке, осмотрела пагоду, построенную им собственноручно в саду, и гараж, в глубине которого он устроил себе мастерскую. Там в дождливые дни он занимался всякими поделками при помощи электрических пил и других инструментов. Амалия ездила с ним на деревенские торги, где продавалось все, начиная от железного лома и кончая фарфором. Когда она работала в лаборатории, он ежеминутно входил к ней, чтобы проверить, как у нее идет дело, или поделиться какими-нибудь наблюдениями. Иногда он говорил, глядя в сторону с неестественно безразличным видом, а почему бы вам не остаться здесь на весь месяц? Но она не верила, что он это предлагает всерьез. Амалия уехала, когда на смену солнечному дню пришел вечер, озаренный сиянием Луны. Через несколько дней она получила письмо. Дорогая Амали, надеюсь, что ваше имя пишется так, но я в этом не уверен. Нам очень тоскливо без вас. Вы вносили сюда оживление, а теперь некому помочь мне косить крапиву. Вы уверяли, что в моей маленькой лаборатории вы успешно работали, поэтому лучше всего будет, если вы заберете вся вашу культуру и приедете с ними сюда. Будьте мягкосердечны к мышам. Ваш А. Ф. Она ответила дружеским и веселым письмом. Она не проявила никакого мягкосердечия к мышам и убила 18 штук. Все ее опыты оказались неудачными. С разбитым сердцем я временно расстаюсь со своими энтерококками. Побываете ли вы в Лондоне до конца отпуска? Шлю вам наилучшее пожелание. Ваша А. Вурека. Мое имя пишется Амалия. Она решила, что ей не следует принимать приглашение, которое было сделано, как она считала, в туманной форме и могло объясняться простой вежливостью. На следующей почте она получила такое письмо. Дорогая Амалия, только что пришло ваше письмо. Спасибо. Лаборатория пустует, нужен лаборант, чтобы навести там порядок. У меня появилась лодка, мне ее прислали вчера. Я уже сегодня утром катался в ней по реке. В следующий вторник в Берри Сент-Эдманс будут торги. Посылаю вам каталог. Как вы можете видеть, будет продаваться много старинных изделий. Не соблазнит ли вас это? Если да, то приезжайте, и мы снова проведем день в поисках каких-нибудь интересных вещей. Если приедете, вызовите меня сегодня вечером по телефону, и мы обо всем договоримся. Если же вы не приедете, вышлите мне обратно каталог. На понедельник вечером мы пригласили несколько человек на коктейль. Если вы приедете, мы вместе выпьем коктейль. нам по-прежнему вас не достает. Ваш А. Ф. Она уже не сомневалась. Он явно хотел ее видеть. И она приехала в Дун в тот вечер, когда там были гости. Пока Флеминг наливал коктейли своим соседям и друзьям, Алиса Маршал отвела Амалию в сторону и сказала ей, что сэр Александр очень скучал без нее. Во время вашего пребывания здесь он стал совсем другим человеком. Потом вдруг добавила, это как раз то, в чем он нуждается, в доме нужна молодая женщина. Гостью удивили и взволновали эти слова. «Но он он же старый, ему 70 лет», прошептала она. Миссис Маршал с жаром принялась утверждать, что жизненные силы не зависят от возраста и что сэр Александр еще молод. Амалия пришла в полное замешательство и внезапно поняла все то, что она сама и Флеминг посвойственной им обоим застенчивости вот уже год отодвигали в область невысказанных слов. На следующий день Флеминг повез Амалию на аукцион в очаровательную деревню Тюдор де Лавенхем, подарил ей красивую старинную вазу и пригласил ее в старую таверну. Во время обеда он спросил о ее семейных делах. Она поделилась с ним своими разочарованиями. 15 лет назад они с мужем расстались, несмотря на искреннюю привязанность, которую они сохраняли друг к другу, а сейчас произошел окончательный разрыв. Позже за чаем Флеминг читал газету и не проронил ни слова. Амалия решила, что она ему наскучила рассказами о своих личных неприятностях, а у Алисы Маршал романтическое воображение, как, впрочем, и у нее самой. На обратном пути в Бартон-Миллс Флеминг сделал крюк, чтобы показать своей гости прелестные дома, крытые соломой. По дороге он говорил о какой-то книге, в которой боги стали жить и вести себя, как люди. «Даже у статуи человеческие чувства», сказал он. Амалия заставила себя не вдумываться в загадочные намеки Флеминга и через неделю уехала в Лондон. Флеминг тоже вернулся туда 3 сентября. 17 сентября доктор Вурека должна была сделать сообщение в Манчестерском микробиологическом обществе. Флеминг ехал туда машиной и предложил Амали присоединиться к нему. Перед этим он пригласил ее к себе поужинать вместе с его сыном Робертом и племянником. Он только что получил гороскоп, составленный в Голливуде, который прислала ему Марлен Дитрих. Он с ней несколько раз встречался, она была его горячей поклонницей. Флеминг естественно не относился к подобным вещам серьезно, но открыв брошюрку на какой-то странице попросил свою гостю прочесть что там сказано. Амали успела только просмотреть первые строчки, когда объявили, что ужин подан. Она отложила гороскоп и Флеминг никогда больше о нем не заговаривал. Много позже после смерти Флеминга, мысленно без конца возвращаясь к прошлому, Амалия вспомнила об этом эпизоде. Ей захотелось узнать, что именно он дал ей прочесть. Она нашла эту страницу. Вот что говорилось в гороскопе. Ваши чувства поражены потребностью в душевном спокойствии, потребностью семейного очага, и поэтому ваша любовь верна и надежна. В этой области у вас повышенная чувствительность, потому что то, к чему вы стремитесь, имеет для вас огромное значение. Вы склонны скрывать эту сторону вашей натуры в ожидании, когда найдете объект, достойный вашей любви. Бесспорно Флеминг и надеялся дать это понять Амалии, но ему помешала пустая случайность. Ужин был подан, и Амалия не успела прочесть то, что он ей показал. По дороге в Манчестер Флеминг спросил ее, не собирается ли она вторично выйти замуж. Она ответила, как она теперь говорит, глупо, что она замужем. Он стал еще молчаливее обычного. В Манчестере, пока Флеминг был занят в каком-то комитете, один из докторов шутливо спросил Амалию, а кто же ваш бог сегодня вечером? В это время в комнату вошел Флеминг, и Амалия ответила, вот и бог своей собственной персоной. Когда они вернулись в Лондон, Флеминг пригласил ее пообедать в ресторане под Винзором, а потом пошел с ней в зоологический сад и сфотографировал ее перед клеткой со львом. Он поставил эту карточку в своей спальне и назвал ее «Она и Лев». На вернисаже Академии художеств Амалия восхищалась портретом Флеминга, написанным художником Джоном Уитли. Он ничего ей не сказал, но написал Уитли. На последней выставке Академии висел написанный вами небольшой мой портрет. У вас ли он еще? Не продадите ли вы его? И если продадите, то сколько он стоит? Он мне понравился, но я не влюблен в себя. Просто человеку, который мне дорог, он тоже понравился. И если картина не очень дорогая, я бы ее приобрел для этого человека. Позже он послал этот портрет в Афины в виде прощального подарка. Отъезд Амалии в Грецию был назначен на 15 декабря. Накануне Флеминг пригласил ее поужинать. В этот день он дал ей свою фотографию, надписав на ней «Амалия Вурека, верному и очень любимому коллеге, вас всем нам будет чрезвычайно не доставать». Он принес ей еще снимок занесенной снегом лаборатории в Бартон-Миллс и сказал «Я хочу, чтобы вы это увезли с собой. Не забывайте маленькой лаборатории». На снимке он написал «Маленькая лаборатория, которую вы любили и которая вас любила, так как вы единственное существо, которое содержало ее в чистоте». Их прощальный ужин состоялся в шотландском клубе «Каледуниен». Флеминг угощал Амалию шампанским, вспоминал проведенные вместе пять лет, говорил о предстоящей ей в Греции работе. Пить кофе он ее повел в гостиную к камину. Сперва он сел в кресло рядом с Амалией, но вскоре встал и пересел в кресло напротив нее. «Я хочу вас видеть как следует, чтобы хорошенько запомнить». Несколько минут он разглядывал ее молча, потом сказал «Как жаль, что эти годы уже позади». Позднее он отвез ее домой. Амалия подумала, что единственное предложение выйти замуж ей сделала Алиса Маршал в Дуне. Когда она прилетела в Афины, ее уже ждала там телеграмма от Флеминга. Пожелания и воспоминания. Дня через два-три она получила от него письмо. «В лаборатории номер два как-то пусто. Мы-то знаем почему. Нам не достает вас». Затем пришло второе письмо. «Нам все еще не достает вас. Номер два совсем не та». И третье письмо. «Теперь я в одиночестве пересекаю парк. Мне не с кем поговорить. Вас по-прежнему нам не достает». В конце месяца пришло письмо, в котором чувствовалась уже некоторая покорность судьбе. «Нам все еще вас не достает, но мы привыкнем». Дельфийский Оракул. «Но тот, кто в человеке любит благородство характера, полюбил на всю жизнь, потому что он привязался к чему-то незыблемому». Платон, пир 183. После отъезда своей греческой ученицы Флемен казался каким-то растерянным. Он ни с кем не делился своими переживаниями, но время от времени выражал какие-то неопределенные туманные сожаления, что не похоже было на него. Один из его друзей Файф описывает встречу с ним в тот период. «Мы с женой были на вечере в Королевской академии. Было еще более скучно, чем обычно, даже не подали никаких напитков. Мы увидели, что среди толпы бродит Флемен неудачивались, когда он подошел к нам. «Неудачный вечер», сказал он. «Я ухожу домой. Я предложил ему поехать к нам и провести с нами вечер. Он отвез нас на своей машине. Я отыскал шампанское, моя жена приготовила яичницу с беконом, и мы сели ужинать. С нами Флеминг всегда чувствовал себя свободно, видимо, потому, что мы шотландцы. Разговорились, и он был знал о своих первых шагах, и о том, что ему в жизни удивительно сопутствовала удача. Ужин прошел очень весело. На Флеминге, как помню, был папский очень редкий орден, и я посмеялся над его космополитическими наградами. Он вдруг стал очень серьезным. Он сказал, что вся эта слава пришла к нему слишком поздно, и он наслаждается ею меньше, чем мог бы. Случись это раньше, он успел бы воспитать в себе умение жить в обществе, чего ему не достает. Он приобрел бы манеры, а теперь он часто даже не понимает, как следует вести себя. Он знал, что своими резкими словами обижает людей, и совершенно искренне сожалел об этом. Флеминг говорил с оттенком грусти, но так как у него был трезвый и ясный ум, он мирился с действительным положением вещей, неизбежным следствием его тяжелой трудовой жизни. Официальные поездки отрывали его от печальных размышлений. Он был назначен членом одной из комиссий ЮНЕСКО, на которой лежала организация международных медицинских конференций, а именно комиссии по международным научным конференциям. Флеминг очень охотно ездил в Париж на заседание с коллегами всех стран мира и среди них с профессором Дебре он находил общий язык. Флеминг редко выступал. Они придают слишком большое значение моим словам, мне надо говорить осторожно. О людях он судил весьма здраво. А говорит мало, но заставляет себя слушать. Б говорит много, но никто его не принимает всерьез. Х молодой, энергичный, целеустремленный. С милно лишен идеи, очень бесцветный. Дневник Флеминга сессия 1951 года. Четверг, 27 сентября 1951 года. Гостиница Наполеон вышел пройтись по Элисейским полям. Выпил вермут в селекте, только чтобы посидеть. В кафе подавали горячие блюда. Решил, что могу поужинать здесь, незачем еще куда-то идти. Очень хороший ужин, но митродотель и хозяин подошли к моему столику и обвинили меня в том, что я открыл пенициллин, за что мне пришлось выпить рюмку эльзасской малиновой настойки. Очень крепкая и очень вкусная. На Элисейских полях все витрины освещены. Как все это не похоже на Лондон. На улицах часто слышится английская речь. В гостиницу пришел около десяти. 30 октября 1951 года, в то время, как он находился на заседании Совета Сент-Мэри, его вызвали к телефону и передали следующую телеграмму. Согласитесь ли вы на назначение ректором Эдинбургского университета? Ответ дайте срочно. Следует напомнить, что в Шотландии ректор избирается самими студентами и его должность в основном почетная и не требует постоянного присутствия. Однако ректор председательствует в Сенате университета, высшем административном и финансовом органе. Эдинбургские студенты имеют привилегию выбирать того, кого они действительно уважают и считают своим учителем. Они этим пользуются, чтобы воздать должное выдающимся людям, которыми они по тем или иным причинам восхищаются. Часть студентов отстаивает какого-нибудь политического деятеля, другие писателя, ученого или известного актера. Ожесточенная предвыборная борьба носит веселый комический характер. Каждого кандидата должна поддерживать группа не меньше 20 студентов, которая ведет за него яростную кампанию, выпускает плакаты и лозунги, происходят даже организованные сражения по ночам во время расклейки афиш. Фракция Флеминга состояла вначале в основном из студентов-медиков, пользующихся мощным влиянием в Эдинбурге, городе славных и старинных медицинских традиций. Ничто не могло доставить больше радости шотландскому юноше, который все еще жил в ученом со всемирным именем, чем это избрание ректором Эдинбургского университета. Дневник Флеминга ответил «Да». И когда я вернулся на совещание и сел рядом с лордом МакГоуэном, он от души одобрил мое решение. На следующее утро приехал студент Джейн Салливан получить от меня письменное согласие. В тот день присутствовал на ужине мануфактурного акционерного общества. Когда вернулся домой, Гарольд сказал, что звонили из Эдинбурга. Они опасаются, что их посланца похитили и просят прислать еще одно письменное согласие. Я пришел слишком поздно, но, видимо, посланец прибыл на место без всяких неприятностей, и я был выдвинут с соблюдением всех формальностей. Самым опасным соперником Флеминга из восьми кандидатов был Агахан, имевший множество титулов, богатейший вельможа, могущественный и хитрый. Партия Агахана задумала похитить на станции Вейверли посланца сторонника Флеминга, но партия Флеминга узнала обо всем и сорвала этот заговор, сняв своего эмиссара с поезда и привезя его в Эдинбург на машине. Из всех афиш, выпущенных во время кампании, самый большой успех имела та, на которой было только одно слово — Флеминг. Это было красноречиво и лаконично. Сэр Александр получил 1096 голосов, Агахан 660, остальные кандидаты остались далеко позади. Флеминг был в восторге, что его избрали подавляющим большинством. Ему пришлось поехать в Эдинбург на церемонию введения его в должность директора. Гарольд Стюарт сопровождавший его рассказывает «Это было очень приятное путешествие». На вокзале Кинг-Кросс Флеминг сказал «Хелло!» Мы вместе вошли в купе. Затем он сказал «Гудбай, Эдинбургу!» Ректорская лаконичность. Одержав победу, он произнес свою первую ректорскую речь, которую, как полагается по обычаю, студенты прервали возгласами, криками и песнями». Сэр Александр Флеминг Джону Маккину президенту Пфайцер и компания в Нью-Йорке «Это было волнующее испытание, а когда вам за 70, любое волнение не очень-то по душе». Помню, как и читал первый свой труд в одном медицинском обществе. Это было в 1907 году. У меня дрожали колени, но их за кафедрой не было видно, а лицо у меня оставалось невозмутимым, и никто ничего не заметил. С тех пор у меня никогда не дрожали колени до того момента, когда я оказался в Эдинбурге и начал свою речь среди вавилонского столпотворения. Но в этот раз на мне была длинная мантия, и опять-таки никто ничего не заметил. Вскоре я привык к шуму, а когда он заглушал мои слова, я занимался тем, что придумывал, какие места из моей речи можно безболезненно выкинуть. Все прошло хорошо. Он твердо был намерен заставить себя слушать, и, сохраняя хладнокровие и добродушное настроение, добился своего. Кстати, его речь стоило выслушать, она была превосходной. Он избрал своей темой успех. Что такое успех? Можно определить это как осуществление чаяни человека. Если мы согласимся с таким определением, то каждый человек в какой-то степени добивается успеха, и ни один человек не достигает полного успеха. Вы все осуществили свое стремление попасть в Эдинбургский университет, но у вас есть еще и другие стремления. Всякий успех вызывает новое желание. Потом он рассказал о судьбах тех, кто, как он считал, больше всего преуспели в истории человечества, о судьбах Пастера и Листера. И снова доказал, что успеха добивается гениальный человек, но если ему при этом еще повезет. Флеминг считал Пастера самым выдающимся ученым. Однако, если бы случай не привел его в Лиль, и если бы к нему не пришли советоваться о процессе брожения, вся судьба Пастера была бы иной. Она все равно была бы блестящей, но привела бы его к другим научным открытиям. Луи Пастер достиг невиданного успеха. А как он его добился? Ответ, насколько мне кажется, прост. Он упорно трудился, кропотливо вел наблюдение, у него был светлый ум, энтузиазм и чуть-чуть удачи. Многие люди трудятся упорно, некоторые из них кропотливо ведут наблюдение, но не обладая светлым умом, они не умеют правильно оценить сделанные ими наблюдения и ничего не достигают. Рассказывая о своем собственном жизненном пути, Флеминг упомянул по обыкновению, что выбрал Сент-Мэри из-за того, что при этой клинике был очень активный клуб пловцов. В то же время туда поступил поссоривший с военными властями Алмред Райт, крупнейший английский бактериолог. И если бы не случайное стечение этих обстоятельств, его собственной страсти к плаванию и ссоры Райта с военным министерством, он бы посвятил себе иной области медицины и не нашел бы пенициллина. Что же касается самого открытия, то он первый приписывает его отчасти везению. Плесень пенициллина влетела через окно, она растворила бактерии. Он обратил внимание на это явление, продолжил опыт и открыл вещество, обладающее необычайными свойствами. И подумать только, сколько потребовалось для этого случайностей. Из тысяч известных плесеней лишь одна производит пенициллин. Из миллионов существующих на свете бактерий только некоторые восприимчивы к пенициллину. Если бы попала на тот же микроб другая плесень, ничего бы не произошло. Если бы плесень, образующая пенициллин, попала на любую другую культуру, тоже ничего бы не произошло. И если бы даже эта плесень попала на подходящие бактерии, но в неподходящий момент не произошло бы никаких интересных явлений. Кроме того, если бы Флеминг в это время был занят чем-то другим, он упустил бы свою удачу. Будь он в плохом настроении, он бы просто выбросил испорченную культуру. Если бы я это сделал, меня бы здесь не было сегодня. Итак, ваше избрание меня реактором, было предопределено в действительности следующим. Тем, что я был в хорошем настроении в то сентябрьское утро 1928 года, когда большинства из вас не было на свете, но волей судьбы все произошло, как это требовалось, и пенициллин родился. Он говорил, как всегда, о преимуществе коллективной работы. Если бы в Сент-Мэри с ним работала группа исследователей, они бы сумели выделить чистый пенициллин, что удалось сделать лишь много позже Оксфордской группе ученых, но многое можно сказать и в пользу исследователя, работающего в одиночку. В изучении любого вопроса первые шаги делает исследователь в одиночестве, а уж дальнейшая разработка ведется совместно с другими. Первая идея зарождается или исходит от отдельного ученого. Если бы в то время, когда случай занес ко мне пенициллин, я работал с группой, я, наверное, не обратил бы внимания на это случайное явление, которое не имело бы никакого отношения к изучаемой нами проблеме. К счастью, я тогда не входил ни в какую группу и имел возможность пойти по неожиданно открывшейся передо мной дороге. Когда он кончил говорить, студенты окружили его, подняли на руки и среди невероятного шума, криков, пения, барабанного боя, визга, гармоники, гола тромбонов понесли его в студенческий холл, где всем был подан чай. Студенты нашли, что Флеминг перенес это нелегкое испытание мужественно и весело. Он был очень популярным ректором. Триумфальные поездки продолжались. В 1952 году Флеминг принял участие в конференции Международной организации здравоохранения в Женеве. До начала конференции он несколько дней отдыхал в Лозанне. В Грюере ему подали обед, состоявший из одних сыров. Он нашел это забавным и приятным. В Женеве он узнал, что в октябре в Афинах состоится заседание Всемирной медицинской ассоциации, и там должен присутствовать член комиссии по организации международных научных конференций. Он высказал пожелание, чтобы послали его, потому что у него в Афинах есть дела. ЮНЕСКО охотно направил его в Грецию. Из Швейцарии он поехал на машине через Юру с остановкой в Доле, где выпил арбуазского вина в память о Пастере. 6 октября он вылетел в Афины и приземлился там с полуторасуточным опозданием в 3 часа ночи, несколько беспокойный, так как не знал даже в какую гостиницу ему ехать. Когда открылась дверца самолета, он увидел на аэродроме Амалию с друзьями, которые пришли его встретить. Он облегченно вздохнул и по своей привычке закрыл глаза. Так он простоял неподвижно несколько мгновений, преградив выход пассажирам. С этого момента ему ни о чем не надо было беспокоиться. План его пребывания был разработан тщательно и с большой любовью. Афинский университет поручил доктору Вурека организовать все лекции, собрания, визиты, экскурсии. Амалия была счастлива, что может служить ему гидом и переводчицей. Она гордилась им и также гордилась тем, что может показать ему свою родину. Греция его очаровала. Первое же утро он записал. Сияло солнце. Мне дали комнату с большим балконом. Было жарко. Не одеваясь, я вышел на балкон. Прямо передо мной возвышался Акрополь. Первая радость в мое первое утро в Афинах нечто незабываемое. Незабываемое. Греция имела для него ту же притягательную силу, что и для всех жителей Запада. Да к тому же интерес его к этой стране был подогрет рассказами, которые он в течение нескольких лет слышал от Амалии, о красотах ее родины. Она мне говорила о чудесной голубизне неба, о сверкающем солнце, о переливающихся изменчивых красках гор. Я ждал очень многого и хотя приехал только в октябре, убедился, что она ничуть не преувеличивала красоту и очарование Греции. Это была триумфальная поездка. Первую лекцию Флеминг прочитал в актовом зале Афинского университета. Зал был так набит, что туда не смогли попасть многие послы и другие официальные лица. Приехали слушать Флеминга архиепископ, премьер-министра, крупнейшие ученые и старые крестьянки в живописных головных уборах. Когда этим женщинам вежливо объяснили, что они не поймут Флеминга, потому что он будет говорить по-английски, они ответили, что пришли из своих деревень посмотреть на него. Ему доставляло неизменное живейшее удовольствие позволять своей сотруднице и другу оказывать ему такой радушный прием в ее родной стране. Они ужинали на берегу моря, вечером берег напоминал алмазное ожерелье. Амалия с Флемингом полетели в Салоники. Когда она ему сказала, что он должен послать визитную карточку архиепископу, он признался, что не захватил с собой карточек, но тут же попросил белый кусочек картона и так четко написал на нем свою фамилию, что она казалась напечатанной в типографии. Для поездки по Северной Греции в распоряжении Флеминга была предоставлена машина. В этих прекрасных и диких горах его сопровождал воистину королевский эскорт мотоциклистов. В Кастории он остановился у одного из именитых жителей города и по греческим законам гостеприимства ему подали чашку кофе, ложечку варенья, стакан воды и местный очень крепкий напиток Тсипура. После этого пришли представиться ему всеместные власти мэр, епископ, начальник полиции и президент медицинского общества. При появлении каждого нового посетителя снова вносили поднос с кофе, вареньем Тсипура и хозяйка из вежливости каждый раз угощала и Флеминга. Он же, считая, что это обязательный ритуал, мужественно все принимал. Потом надо было отдать визит епископу и там тоже пришлось выпить Тсипура. После этого Флеминг очень нетвердо держался на ногах. Он развлекался как ребенок, худил в озерах рыбу, поехал осмотреть место пересечения трех границ греческой, югославской и албанской. Часто, когда он проезжал мимо города, в котором не предполагалось остановки, жители поджидая его выходили на дорогу, задерживали машину участвовали человека, который открыл пенициллин. Наконец, Флеминг вернулся в Афины. Здесь он был избран членом Афинской академии. Он едва успел написать свою речь, которую доктор Вурека вынуждена была переводить уже в машине, пока они ехали на церемонию. «Меня приняли в академию города, где родилась наука еще в те времена, когда жители моей страны были дикарями и варварами», вспоминал потом Флеминг. «Это была весьма значительная минута моей жизни. Еще больше меня взволновала преподнесенная мне ветка оливы, срезанная с того дерева, под которым проповедовал Платон. Я храню ее, как святыню». После этого торжества он снова отправился путешествовать по стране. Он был в Каринфе, осмотрел храм Эскулапа в Эпидоре, Аргос и Микены, Олимпию и Дельфы, шеститысячная история этого города, его храмы, Оракулы и овеянная слава и Оливковая роща привели Флеминга в восторг. Но в дневнике он записал только «Осмотрел храм, чудесно расположен, видел руины там, где некогда находился Оракул и место в храме, которое позже занимала предсказательница. Был у фонтана, в котором люди мылись перед тем, как посоветоваться с Оракулом. Посидел там и выпил кружку пива. В Дельфах Флеминг попросил задержаться еще на день. Снова побывал в храме. Во второй раз он оказался гораздо лучше. У камня, на котором некогда сидела Пифия. Он попросил, чтобы ему описали, как она изрекала свои предсказания. Потом вдруг сказал «Дельфийский Оракул». Амалия не дала ему договорить. Показывая, как солнце, пробившееся сквозь тучи, озарило оливковую долину, она воскликнула «Посмотрите, да чего это красиво!» Но, вспомнив, что она его перебила, спросила «Вы что-то хотели сказать?» «Нет ничего», ответил Флеминг. Позднее он признался, что Дельфийский Оракул посоветовал ему жениться на его спутнице. Это сделала ваша старая Пифия, восседавшая на камне и утверждавшая, что она мудрая. Она уже в свое время причинила немало вреда людям и продолжает это делать. Оракул попытался помочь застенчивому шотландцу высказаться, но какой-то другой бог из ревности воспротивился этому. По возвращении в Афины Флеминг проделал в лаборатории при Евангелической больнице, той самой лаборатории, которой руководила доктор Вурека, серию опытов по фагоцитозу и абсоническому индексу. Он вел длительные научные беседы с профессором Якимоглу, а с Норой его племянницей серьезно говорил о ее куклах. В записной книжке, куда он заносил все значительные события дня, мы читаем «Мерула боится меня» и через два дня «Теперь Мерула настроена дружески». Меруле племянницы Амалии было два года. Флеминг получил приглашение на неофициальный обед с королем и королевой. Дневник Флеминга в машине в летний дворец к половине второго приняла королева Фредерика, привлекательная молодая женщина, очень живая. Вскоре вошел и король, аперитивы, потом обед. Нас было четверо, доктор Вурека, король, королева, Александр Флеминг. Разговор общий, сидели до без четверти четыре, подарил королеву культуру пенициллиума. Кажется, была обрадована. Несколько дней он отдыхал на Родосе. После этого получил звание почетного гражданина Афин и ему вручили медаль города во время торжественной церемонии в ратуше, украшенной английскими и греческими знаменами. На этом закончилась чудесная поездка. Флеминг почувствовал здесь любовь простого народа. Его осыпали почестями. Он оценил горячую преданность своей спутнице. Именно благодаря ей эта поездка получилась такой приятной, такой замечательной. 10 ноября Флемингу необходимо было уехать. Вечером 9 ноября он пришел к Вурека с тем, чтобы у нее написать прощальные письма, поблагодарить всех за оказанный ему прием, собрать свои бумаги, навести порядок в своих записях. Амалия выглядела печальной и утомленной. Вдруг после этого напряженного месяца ей овладела усталость. Она подумала, что возможно никогда больше не увидит своего учителя и испытала чувство мучительного одиночества. Они вдвоем поужинали в последний раз, провели этот вечер тихо и как-то грустно. Прощаясь с Амалией, Флеминг пробормотал какие-то невнятные слова, которые она не расслышала. Помолчав, он сказал, «Вы мне ничего не ответили». В полном изнеможении она проговорила, «А вы что-то спросили?» Он ворчливо еле слышно пробормотал, «Я вас просил выйти за меня замуж». Она посмотрела на него непонимающими глазами, но постепенно в голове у нее прояснилось и сказанное Флемингом дошло до ее сознания. Она ответила, «Да». В записной книжке Флеминга 9 ноября 1952 года после нескольких чисто технических записей на отдельной строчке стоит одно только слово «Да». Флеминг вылетел из Афин 10 ноября. Он так и не смог поговорить с той, которая, произнеся это слово, стала его невестой. Все последнее утро к ней приходили прощаться врачи и студенты. В самолете он написал первое письмо своей будущей жене. Из самолета 10 ноября 1952 года. Мы сейчас пролетели над последним греческим островом. Следующая страна, которую мы увидим, будет Италия. Моя поездка в Грецию была очень удачной благодаря моему гиду, моей спутнице, у которой повсюду друзья. И благодаря еще многому другому этот месяц стал для меня неповторимым. Я пишу красными чернилами, потому что на большой высоте обычные ручки текут. Подо мной синее море, но не такое синее, как в Греции. Теперь вы вернетесь в евангелическую больницу и попытаетесь нагнать потерянные 33 дня. Ваши молодые сотрудницы постараются скрасить для вас потерю вашего спутника. Очень приятно было побывать во всех этих местах вместе с вами. Возможно, мы еще что-нибудь вместе повидаем. Мне было также очень радостно увидеть сегодня утром вашу улыбку. Извините за почерк, все время воздушные ямы. У вас была очень веселая улыбка, а вчера вечером вы были некоторое время грустной. Последующие письма полны любви и беспокойства. Флеминг не имел никаких известий от Амалии. Она же, удивленная и взволнованная его лаконичным предложением выйти за него замуж, решила, прежде чем писать самой, дождаться письма от него. 17 ноября 1952 года. Моя чародейка, моя милая чародейка, по-прежнему от вас нет писем. Неужели вы так скоро меня забыли? Вы кому-нибудь уже рассказали? Я никому. Надо вместе решить, когда мы объявим об этом, и сделать это одновременно. Хотите, чтобы это произошло в Афинах? Если да, то сообщите мне, что нужно для этого предпринять. У нас мало времени. 1 февраля я уезжаю в Индию, вернусь 1 апреля. 16 апреля отъезд на Кубу, возвращение 10 июня. Обдумайте. Наконец, он получил сразу два письма. Беспокойство его улеглось, и он написал рассудительное, трезвое письмо, в котором он предлагал, чтобы церемония произошла во второй половине июня 1953 года, после его возвращения с Кубы из Соединенных Штатов. Сэр Александр Флеминг, профессору и миссис Роджер Ли, 6 января 1953 года. Дорогие друзья, большое спасибо за ваше поздравление к Рождеству. 12 мая мне предстоит прочесть лекцию в Бостоне, и я надеюсь задержаться там на день-два. Возможно, тогда я уже смогу вам представить свою жену, но прошу вас пока никому ничего не говорить. Пожалуй, поздновато я решил снова жениться, но мне думается, что это стоит сделать. Он вылетел в Индию в начале 1953 года с группой медиков. Среди них был француз профессор Жорж Портман из Бордо, с которым Флеминг подружился. Попутчики сразу полюбили Флеминга. Им нравилась его простота, его шотландские шутки, его манера острить с невозмутимым лицом. Их поражала моложавость Флеминга. Все называли его просто Флем. Его спутников и в первую очередь его самого удивило преклонение, с которым встречали его толпы индийцев в Бомбее, а потом в Мадрасе. Когда выступал Флеминг, зал всегда бывал переполнен. Его встречали бурными аплодисментами. Он говорил, что ему кажется, будто он голливудская звезда, но по его интонации чувствовалось, что он не прочь в самом деле стать звездой. Он упрямо принимал участие во всех утомительных поездках и был очень недоволен, когда четверо носильщиков подняли его, чтобы доставить к одному из храмов, куда вела очень высокая лестница. Он всегда старался доказать, что он еще крепкий мужчина. В своих докладах о преподавании медицины он советовал индийцам остерегаться в лекциях переливания с пустого в порожнее. Он рекомендовал занятия небольшими группами и индивидуальную научную работу. В общем, бывшее бактериологическое отделение оставалось его идеалом. Вечерами в гостинице он приглашал своих друзей на фрыг, как он называл виски, потому что оно у него всегда стояло в холодильнике. Эньюрин Бивен, английский депутат лейборист, хороший оратор, приехавший в то время в Индию на другой конгресс, произнес несколько прекрасных речей о социальной медицине в Англии. Он очень удивился, когда увидел в первом ряду Флеминга, так как знал, что тот противник всякого вмешательства государства в эти и, выступая, Флеминг сказал, что он не сразу решился взять слово после того, как уже выслушали одного англичанина, да еще имеющего перед ним преимущество хорошего оратора. Кроме того, я вам говорю только правду. Бивен же пользуется своим воображением, что опять-таки дает ему большие преимущества передо мной. Потом Флеминг рассказал историю пенициллина и поделился своими мыслями о принципах исследовательской работы. Он уже столько раз говорил на эту тему, что его выступление было почти что красноречивым. После его речи студенты устроили ему овацию, окружили его с просьбой дать автографы. Он все с тем же интересом ко всему новому и красивому, все с тем же неувидающим удовольствием осматривал храмы и гроты, присутствовал на торжествах, любовался танцами. Он сделал тысячи снимков. Ему хотелось все увидеть, все понять и, как всегда, самому во всем убедиться. В течение своей поездки сэр Александр покупал сари, шали и разные женские украшения. Он выбирал их с таким старанием и любовью, что его спросили, для кого он покупает. Сестре, ответил он. Ему не поверили, но больше ничего от него не удалось добиться. Личные чувства ему казались слишком священными, чтобы о них можно было говорить. Но все же, несмотря на его умение владеть собой, нельзя было не заметить волнение, с каким он покупал эти вещи. Он принял участие в охоте на леопарда и состязании по ходьбе. Обо всем этом он подробно писал своей будущей жене. Насколько я понимаю, вот уже полчаса, как я пишу вам письмо. Я превысил вашу норму. Я вас балую. Сейчас половина седьмого только начинает светать, и за моим окном, сидя на ветках деревьев, болтают тысячи воробьев. С тех пор, как он уехал из Греции, он писал ей ежедневно, а иногда и два раза в день. Во время поездки его спутники привязались к нему. Они считали, что Флеминг со своими сдержанными, невозмутимыми, спокойными манерами проявил наилучшие человеческие качества. Американский доктор Лео Риглер из Дьюарта, Калифорния, который путешествовал вместе с ним, пишет, «Таким он мне навсегда запомнился. Неизменная сигарета, приклеившаяся к губе, и этот скромный и естественный вид, с которым он принимал выражение всеобщего преклонения». В Лондон Флеминг прилетел 31 марта. Было условлено, что Амалия приедет в Лондон сразу же, как только он вернется. Они поженятся и вместе поедут на Кубу и в Соединенные Штаты. По сравнению с первоначальным планом, ей удалось выиграть три месяца. Выйдя из самолета на лондонском аэродроме 3 апреля, в Страстную пятницу, она поискала глазами своего будущего мужа, но не увидела его. А ведь когда он прилетел в Грецию, Амалия добилась разрешения встретить его на летном поле. Но Флеминг всегда был очень щепетилен и никогда не просил ни о каком одолжении. В конце концов, она увидела его, выйдя из таможни. Он стоял позади всех встречающих. Она радостно бросилась к нему, но ее поразило его замкнутое, словно каменное лицо. Рядом с ним стояла печальная несчастная Эризабет, сестра Сарин. Амалия оцепенев, в полном отчаянии, ничего не понимая, смотрела на их, какие казалось, неприязненные лица. Позже она научилась истолковывать малейший жест мужа и открыла тайные пружины, казалось бы, необъяснимых поступков. Она поняла, какое порой сильное волнение скрывает эта полная неподвижность черт. Она узнала, что за этой застывшей маской шла мучительная борьба между противоречивыми движениями души и чувством долга. Позже также она поняла, что он привез с собой заловку лишь по своей безграничной доброте. Он хотел тем самым показать пожилой и больной женщине, что ничто не изменится. Самые прекрасные добродетели часто переходят в свою противоположность, оборачиваются излишней щепетильностью, которая в свою очередь доставляет ненужные и сильные страдания нежно любимым людям. У Флеминга были недостатки, пораженные его же достоинствами. Он был слишком честен и старался быть таким по отношению ко всем. Будучи чересчур чувствителен, он оборонялся замкнутостью. Он был слишком мудрым, слишком терпеливым, а порой излишняя терпеливость опасное качество. По свойственной ему скромности он с трудом верил, что его могут любить. Безгранично справедливый он иногда из стремления к беспристрастности бывал несправедлив и к себе и к тем, кого любил. На следующий день в субботу Флеминг поехал со своей будущей женой в мэрию Челси, чтобы получить разрешение на брак. Обязательная в Англии формальность, после этого полагается дать объявление. Секретарь с полнейшей бесстрастностью, ни разу не подняв головы, записал его фамилию и адрес. Можно было подумать, что он никогда не слышал о сэре Александре Флеминге, но покончив с этим делом, он по-прежнему не поднимая глаз и тем же официальным тоном сказал, «Мне думается, сэр, что вы предпочтете избежать огласки. Я передам объявление в конце дня. Журналисты увидят его только во вторник, в следующий наш рабочий день». Флеминг ответил «Спасибо». И тот, и другой проявили высшую степень сдержанности и такта. Секретарь чуть ли не превзошел самого Флеминга. Во вторник и в среду журналисты, прослышав обо всем, преследовали будущих супругов, чтобы узнать, когда и где состоится церемония. В среду в шесть часов Флеминг пошел в клуб сыграть очередную партию в бильярд. Он не сказал своим друзьям о предстоящей свадьбе, но уходя буркнул «Возможно, завтра я не приду. Вообще, вероятно, мне придется изменить свои привычки». Его биржевой маклер и друг Ричи в тот же день получил записку, в которой Флеминг упоминал, что у него возникли серьезные дела. Кстати, вы о них прочтете в газетах. Ричи позвонил, чтобы узнать, что это за дела. Флеминг отвечал уклончиво и только сказал «Приходите ко мне после ужина». «Видимо, о его женитьбе», продолжает Ричи, «было объявлено в последнем вечернем выпуске газеты, а не в том, который я читал. Вот почему я пришел к нему, ничего не зная». Вначале это вызвало некоторое замешательство. Я задавал вопросы, а он думал, что я в курсе дела и смеюсь над ним. Наконец, недоразумение выяснилось, и мы очень мило, односложно побеседовали с ним вдвоем за бутылкой виски с содой, покуривая сигареты. Он выглядел счастливым и довольным, чего не было уже много лет. В четверг, 9 апреля, в 11 часов, состоялось гражданское бракосочетание в мэрии Челси в присутствии всего двух свидетелей. Религиозная церемония произошла в полдень в греческой церкви Святой Софии на Москоурот. Здесь присутствовали родственники и несколько друзей. Затем в Клеридже был дан скромный банкет. В этой гостинице флеминги собирались прожить неделю до отъезда на Кубу. Слишком короткое счастье. «Тому, кто зачал и вскормил истинный добродетель, надлежит быть любимцем богов и, если это возможно для человека, самому стать бессмертным». Платон, пир 212а. «Богиня Фортуна неоднократно бывала очень благосклонна ко мне, и я постарался отблагодарить ее хорошей работой». Флеминг. Друзья Флеминга одобрили его женитьбу. Бен Мэй писал из Америки. «У доктора Вурека есть характер, то есть мужество, искренность и доброта. Она обладает большим умом и знаниями». Вурека преклонялась перед Флемингом еще задолго до того, как вышла за него замуж. Совместная жизнь упрепила и усилила ее восхищение им. Он был человечным, человечным в высшем смысле этого слова. Он Киплинга «Если» и мало к кому так подходила каждая строчка этих стихов, как к нему. Кто лучше него умел после поражения торжествовать победу и одинаково принимать этих двух лгунов? С радостным удивлением и в то же время с искренним бесстрастием он принимал почести, внезапно затопивший его простую жизнь. На вершине всемирной славы раскрылись все его душевные качества. Он оставался все таким же скромным, все таким же застенчивым. Он не мог, не умел выражать свои сокровенные чувства. Это был единственный его недостаток. Вначале его жена от этого страдала, но как-то неожиданно вырвавшиеся у нее нежные слова застали Флеминга врасплох и его просеявшее лицо выдало беспредельную радость, словно глубинные воды пробились сквозь льдины на поверхность. В те редкие минуты, когда черты лица Флеминга теряли свою обычную невозмутимость, они отражали чувства столь искренние и сильные, что это служило ей вознаграждением затревожившую ее молчаливость и сдержанность мужа. Он не напрасно называл ее чародейкой, достигающей невозможного. Она действительно добилась невозможного, ей удалось пробить ледяную корку и, наконец, побороть злой рог, по воле которого этот привязчивый и отзывчивый человек всю жизнь не мог показать себя таким, каким он был. 16 апреля они вместе вылетели на Кубу. На аэродроме в Гаване их встречали официальные лица и среди них молодая девушка Маргарита Тамарго. Она была раньше стипендиаткой британского совета в институте Райта Флеминга. На Кубе она служила Флемингом гидом и переводчицей, взяв на себя ту роль, которую играла Амалия в Греции. Очень непосредственная, восторженная, властная, но вместе с тем необычайной доброты девушка, она всеми командовала и все ее любили. В Сент-Мэри она была рьяной поклонницей Флеминга. Как-то она ужинала у доктора Вурека в обществе нескольких институтских друзей. Будущая леди Флеминг рассказала, что переводит на французский язык одну из лекций Флеминга. Маргарита Тамарго молитвенно сложила руки и восторженно воскликнула «Ах, если бы он захотел дать мне что-нибудь перевести на испанский, я сделаю для него все, что угодно, все, что угодно до полуночи немало смеялись. Маргарита Тамарго радовалась счастью своих друзей. Она окружила их вниманием и любовью. Посольство Великобритании на Кубе сняло для них номера в каунтри-клаб рядом с площадкой для гольфа, потому что эта гостиница больше остальных в Гаване напоминала английскую. Сэр Александр, безропотно подчинявшийся всем решениям властей, остался бы в каунтри-клаб, хотя она находилась далеко от моря и здесь было нестерпимо жарко, но Леди Флеминг с Маргаритой немедленно сговорились делать все, чтобы съехать из этой гостиницы. За два часа они побывали в трех гостиницах и достали комнату с великолепным видом на океан, приведя в смятение посольство, которое не знало, где находится Флеминг. Почта, цветы и сановники переправлялись из гостиницы в гостиницу. Флеминга удивляла, пугала, но в то же время забавляла смелость восторженной Маргариты и деятельной Амалии. Он возмущался их пренебрежительным отношением к официальным распоряжениям и наслаждался атмосферой юности и веселья, гораздо больше подходившей ему, чем та, в которой обычно живут люди его возраста. Поездка на Кубу прошла с огромным успехом. Он прочел несколько великолепных лекций в университете, часто импровизируя и рассказывая не только о том, что он уже сделал, но и о том, что собирался сделать, о своих исследованиях, которые, он надеялся, доведут до конца другие ученые. Студенты были покорены его простотой. Он знакомил их с технологией лабораторной работы, дружески отвечал на все их вопросы. Флеминг осмотрел больницы и одно из священных мест бактериологов шалаш, где поселились Уолтер, Рид и Финли, чтобы подвергнуться укусам комаров и таким образом изучить желтую лихорадку. «В нем не было тщеславия», вспоминает Маргарита Тамарго, «но что-то, чему я не могу подобрать название. Его радовало все, что для него делали, что ему говорили, почести, которыми его окружали, и особенно он ценил любовь, которая светилась в глазах его почитателей. Как-то мы пошли в Тропикана, ночной кабачок, и он вел себя как мальчишка. Ему стало очень неловко, когда его узнали и присутствующие ему зааплодировали. К концу своего пребывания на Кубе флеминги провели три дня в Верадеро, на вилле Альберто Санчо Дель Монте, дяди и тети Маргариты. Флеминг там плавал, нырял, лдил рыбу. Ему подарили большую соломенную шляпу и рубашку, которую носят кубинцы. Он осмотрел сталагмитовые и сталактитовые пещеры, где он, как когда-то в индийском храме, решил одним духом взбежать по длинной лестнице. Его с трудом удалось удержать. Ему хотелось доказать, что его молодые спутницы выдохнутся раньше него. Он выглядел таким счастливым, что Маргарита Тамарго предложила ему продлить их пребывание в стране. Но, Маргарита, я же должен зарабатывать себе на жизнь, возразил Флеминг. Это была правда. 30 апреля Флеминги отбыли в Нью-Йорк, захватив с собой ящик с сигарами, которые им подарили. Флеминг всегда курил только сигареты, но он ничего не выбрасывал и, получив такие великолепные сигары, выкурил их. В Соединенных Штатах, как и всюду, расписание его поездки было изнуряющим. Лекции, выступления по радио, по телевидению, интервью. Вот, например, один из его дней. Утром он выехал на машине из Дьюлота, прибыл в Сент-Пол, где был устроен обед с большим количеством приглашенных. Сразу же после обеда выехал в Родшестр, чтобы повидаться со своим другом Кейтом, тем самым с которым он работал в Булоне. Осмотрел клинику Майо, где велись долгие научные беседы, ужинал у Кейтов и ночью вернулся в Сент-Пол. Леди Флеминг падала от усталости. Он же выглядел таким бодрым, словно все это время просидел в кресле. Ему было очень приятно познакомить американских друзей, в частности профессора Гарвардского университета Роджера Ли со своей молодой женой. Время от времени, пишет Роджер Ли, Алик садился, вздыхал и объяснял, что он не кабинетный ученый и не путешественник, а создан для лабораторной работы и мечтает поскорее вернуться к своим культурам. Я никогда не мог понять, как он согласился на такое существование, состоявшее из сплошных поездок и речей. Он был очень любезным человеком и все его любили. Я переписывался с ним в течение многих лет, но почти все его письма были очень краткими. Он становился многословнее, когда писал об Амалии. Чем больше Амалия его узнавала, тем больше она восхищалась его поразительной трудоспособностью, его обходительностью и прекрасным характером. Он никогда не жаловался. Часто, чтобы уговорить его приехать, ему обещали три дня отдыха, во время которых он сможет удить рыбу в красивейшем озере. И хотя его горький опыт мог бы научить его, что подобные обещания никогда не сдерживаются, он каждый раз верил. Но лишь только он приезжал отдыхать, как его просили прочитать десяток лекций, это ведь будет так полезно для студентов, побывать в нескольких клиниках, больные будут так рады, и выступить по радио. Из любезности и чтобы доставить удовольствие, он соглашался на все, и у него не оставалось ни одной свободной минуты. Во время поездки в Америку Амалия, находясь все время рядом с ним, обнаружила, что за границей он менее застенчив, чем обычно. В Англии его чрезмерная сдержанность, казалось, была вызвана опасением встретить неблагожелательную реакцию у окружающих. Прекрасная улыбка, которую она заметила в тот день, когда познакомилась с ним, это единственное окно в его скрытый внутренний мир теперь почти не сходило с его лица. Его чудесное настроение редко омрачалось, но некоторые вещи все же его возмущали. Он был беспредельно скромен, но не переносил, когда к нему проявляли неуважение, даже если это получалось непреднамеренно. В таких случаях он ничего не говорил, слегка краснел, взгляд его становился ледяным и выражал глубокое и беспощадное презрение. Они приплыли в Англию на Коин Элизабет. Оба были счастливы, что вернулись в лабораторию. Руководство институтом было по-прежнему сопряжено с разными трудными проблемами. В связи с новым законом о здравоохранении возникла необходимость слиться с медицинской школой или войти в министерство здравоохранения. Флеминг, так некогда Райт, боялся, что при этом слиянии институт потеряет свою автономию. Упорство Флеминга, его настойчивое стремление сохранить хотя бы некоторую независимость, выводила из себя дирекцию Сент-Мэри, но он был уверен в своей правоте и не уступал. В конце концов, было найдено компромиссное решение. Институт Райта Флеминга объединялся с медицинской школой, частично сохраняя автономию. Амалия слегка переоборудовала квартиру на Данверс стрит, и они жили там. Утром Флеминги уезжали в институт, где оба работали. Вечером он привозил жену домой и уходил в клуб, который находился рядом, сыграть в бильярд, и делал это даже в тех случаях, когда ему предстояло идти на званный ужин и перед этим переодеться. Еще успеется, говорил он. Он уходил из клуба без десяти минут семь и всякий раз твердил жене, словно он делал ей огромное одолжение. Раньше я обычно возвращался только в половине восьмого. Он дарил ей сорок минут. Флеминги почти каждый вечер либо куда-нибудь ходили, либо принимали у себя друзей. Когда они случайно оставались дома вдвоем, он садился в кресло, она же на скамеечку у его ног. Если она говорила ему что-нибудь лестное, он доказывал, что этого не заслужил. Сам он никогда не делал ей комплиментов, но друзья замечали, что он смотрит на свою жену с восхищением, однако стоило ей взглянуть на него, как он сразу, чтобы не выдать себя, закрывал глаза. Часто он сидел молча, положив руку на голову жены. В такие минуты она сильнее, чем если бы он выразил это словами, чувствовала его горячую любовь. Ее охватывало ощущение счастья, радости и безмятежности. Приятно было осознавать, что он так близок ей умом и сердцем, что он такой надежный и верный, что кончились все ее сомнения и страхи, и жизнь теперь, раз он с нею, не имеет никаких неразрешимых вопросов. Приятно было знать, что этот добрейший, умный и мудрый человек с тобой, знать и твердить себе, что все это дано тебе надолго, навсегда. Иначе зачем было судьбе так стараться свести этих двух людей разных поколений, разной национальности, разного круга? Флеминг всегда говорил, что удача приняла деятельное участие в его жизни. Разве Амалия не могла тоже наконец-то довериться своей удаче. Флеминг помолодел. Я стану старым, говорил он, когда жизнь потускнеет. Она отнюдь не была тусклой. В загородном доме, где они с женой проводили субботу и воскресенье, а также и часть августа, он замучивал гостей, хотя многим из них было меньше тридцати лет, своей неистощимой энергией. Он не давал покоя, надо было полюбоваться удивительной клубникой, которой он вырастил на дне бывшего бассейна, посмотреть, как он строит новую теплицу для помидоров или чинит сломанный штопор на сконструированном им в гараже станке, который пилил, точил и шлифовал, или же он заставлял гостей вместе с ним искать в саду червей для наживки. И, конечно, он совершенно точно знал, где находятся самые лучшие червяки. Он изучил их привычки и направлялся прямо в ту сторону, где росла клубника, всаживал вилы в землю и там на самом деле почва кишела изумительными червями. Таких нигде больше в саду не найдете, гордо говорил он. Самые лучшие собираются именно здесь. Если он не уводил друзей к реке ловить рыбу или грести, то затевалась игра в крокеты или в шашки. И Флеминг по-прежнему всегда выигрывал и по-детски радовался этому. Словом, в Дуне никто не бездельничал. Давайте посмотрим хотя бы заголовки. Открывая газету, говорила какая-нибудь гостья. А то сейчас придет сэр Алик и вовлечет нас в новую игру. В октябре 1953 года Флеминг должен был произнести речь на открытии медицинских дней в Ницце. За два дня до этого его утром сильно лихорадило. Он сам поставил себе диагноз пневмония. Доктор подтвердил правильность диагноза и немедленно ввел ему пенициллин. В течение дня температура упала. Быстрота действия лекарства вызвала у Флеминга восторг. Я не знал, сказал он, что оно такое хорошее. Но об отъезде в Ниццу не могло быть и речи. Леди Флеминг позвонила организаторам, которые, естественно, взбунтовались. Они уже объявили о выступлении Флеминга. Им необходим был Флеминг. Это невозможно, сказала она. Тогда, мадам, поезжайте вы. Флеминг уговаривал ее дать согласие. Не подводите меня. Она продолжала отказываться. Он сделал ей комплимент, невиданное явление. Никакая другая женщина не могла бы оказать своему мужу такую услугу. Амалия полетела в Ниццу, прочла на конференции речь Флеминга и вернулась с букетом цветов. Но репортеры Ниццы, увидев, что она приехала вместо мужа, потребовали объяснений, ей пришлось все рассказать. В Лондоне взволнованные журналисты позвонили на Данверс-стрит. К телефону подошел Флеминг. Разве человек не имеет права спокойно болеть? Флеминг Роджеру Ли Я неожиданно заболел пневмонией. Раньше это была опасная болезнь. 12 часов держалась высокая температура. А после пенициллина все кончилось. На врачи настояли, чтобы я не поднимался. В газетах ничего бы не появилось, если бы я не обещал выступить на конгрессе в Ницце. моя болезнь имеет два возможно положительных результата. Вот уже полтора месяца как я не курю, пока я считаю, что это может быть полезно для здоровья, но не для настроения. А второе, я наконец получил возможность увидеть разницу между пневмонией в те времена, когда я был студентом, и тем, что она представляет собой сейчас даже у старого человека. Он пролежал в постели две недели и встал преждевременно. Ему как ректора Эдинбургского университета нужно было ввести в должность герцога Эдинбургского, назначенного туда канцлером. Герцог впоследствии председательствовал начествование Флеминга в больнице Сент-Мэри в 1954 году. 10 мая 1929 года появилось первое сообщение о пенициллине. 29 мая 1954 года в библиотеке Сент-Мэри было торжественно отмечено 25-летие этого события. Коллеги преподнесли Флемингу подарки серебряные старинные супницы. Герцог Эдинбургский сказал, что такой аудитории ему ни к чему говорить о заслугах сэра Александра Флеминга и что он желает ему не быть вынужденным воспользоваться своим открытием. Герцог добавил, что супница самый подходящий памятный подарок о бульоне. Флеминг в своем ответе привел поговорку «Могучие дубы вырастают из крошечных желудей, из крошечной споры выросла мощная промышленность». За несколько минут до начала торжества жена Флеминга увидела, что он забыл вдеть запонки в манжеты. Она побежала в Уолворд и за несколько пенсов купила ему запонки. Флеминг не любил, когда церемония происходила в его честь и от смущения забывал свою роль. Некоторое время спустя в Сент-Мерри приехала королева-мать заложить первый камень нового флигеля. Она должна была также вложить в мраборную плиту культуру пенициллина, книгу сэра Захарикопе о больнице и хронометр, показывавший время, за которое студент Сент-Мерри Роджер Баннистер пробежал одну милю. Королева-мать, стоя на возвышении, окруженная профессорами, произнесла речь, в которой говорила о заслугах Флеминга. Все зааплодировали, включая самого Флеминга. Он, видимо, задумался и не слышал своей фамилии. Флеминги провели август в Бартон-Миллс, копаясь в своем саду. В ноябре сэр Александр, как обещал, поехал в Бордо, где деканом был его друг профессор Портман. Портман слушал Леди Флеминг в Ницце и попросил, чтобы она перевела речь своего мужа и прочитала ее от его имени. Дневник Флеминга. Суббота, 13 ноября 1954 года. Был принят в Бордо доктором и мадам Портман. Отвезли к себе на другой конец города. Представили семье. Молодая мадам Портман очень хороша с собой. Мадам Жорж Портман тоже очень привлекательна. В нее необычная улыбка. Раньше в этом доме изготовляли Бенедиктин. Воскресенье, 14 ноября. В 9 часов 30 минут отъезд Сент-Амильон. На многие километры тянутся виноградники. Очень разнообразные осенние краски, начиная с интенсивного бронзового цвета и кончая приглушенным зеленым. Муниципальные советники в красных мантиях. Мэр читает длинную речь, надевает на меня красную мантию и производит меня в советники. Я сказал несколько слов. Затем Паяк, где меня принимает в орден друзей старого медока. Ритуал. Я должен попробовать вино, назвать марку и сказать какого оно года. Провалился полностью, хотя Портман мне подсказывал. Смог только сказать медок. Обед в Мутон Ротшильде. В прошлом году они мне писали по поводу яичного белка и лизоцима. Надо будет вернуться к этим исследованиям. Великолепный обед с винами и одно из них 1881 года, года моего рождения. Понедельник, 15 ноября. Обед в Мэрии. Мэр провозглахает меня гражданином Бордо, выдает диплом и медаль. Обед кончается только в 4 часа. Кратковременный отдых, так как в 5 часов в Гранд Театре церемония присуждения мне докторской степени. Французские и английские флаги. Марсельеза, речь Портмана, речь ректора, моя короткая речь по-французски. Потом Амалия читает лекцию об истории антибиотиков, бурный успех, «Ужин с советом университета». Флеминг давно мечтал освободиться от руководства институтом. Он гораздо больше был создан для свободной научно-исследовательской работы, чем для такого рода деятельности. Кстати, положительные черты его характера оказывали ему плохую услугу. Секретарь института Крэкстон рассказывает, он до такой степени ненавидел свои административные обязанности, что я почти уверен, что если бы его освободили от них раньше, он был бы еще жив. Зная по опыту, насколько все это для него мучительно, я говорил о делах как можно реже и старался урегулировать их сразу же, как только он приходил, с тем, чтобы потом не прерывать его исследовательской работы. Чаще всего он встречал меня с улыбкой, которой явно хотел прикрыть свое беспокойство. «Здравствуйте, Крэкстон, говорил он, никаких неприятностей, надеюсь. И когда я мог ему ответить, что все в порядке, он испытывал облегчение, и его лицо сразу просветлялось. А ведь одним из его бесспорных достоинств было умение управлять справедливо. За всю свою жизнь я не встречал более справедливого человека, и я всегда думал, что если бы он не избрал исследовательскую работу, он бы был юристом и завоевал бы не меньшую известность. Флеминг страстно мечтал передать кому-нибудь бразды правления. В декабре 1954 года леди Флеминг писала Бену Мэю. 4 декабря 1954 года. «Алек чувствует себя очень хорошо. Я считаю, что у него хорошая супруга. К концу месяца он избавится от своей административной должности и сможет уделять больше времени научной работе. Я работаю над проблемой, которая меня очень увлекает. Все мои опыты по-прежнему неудачны, но и неудачам приходит конец». В январе 1955 года Флеминг ушел с поста руководителя института, но лаборатория сохранилась за ним. На небольшом ужине в Сент-Мэри он произнес короткую речь. «Я не ухожу. Я остаюсь в больнице. Это не прощание. Я еще пробуду здесь много лет. Не думайте, что избавились от меня». Крэкстон от имени Совета Института из сотрудников преподнес ему альбом с их подписями и сказал «Все члены нашего коллектива искренне желают вам долгих и счастливых лет. Мы счастливы, что, леди Флеминг и вы будете продолжать в институте научную работу, да приведет вас обоих добрый гений к новым значительным открытиям». 15 января 1955 года микробиологическое общество дало ужин в честь сэра Александра по случаю его ухода с поста руководителя института. Отвечая на речи, Флеминг сказал «Я не уезжаю в деревню выращивать капусту. Я предпочитаю выращивать микробы и еще не расстался с надеждой, что на одном из ваших собраний зачитаю новое сообщение». он радовался, что освободился от административных обязанностей и отошел от всяких расприй, но его еще больше стали осаждать посетители. Многие хотели, чтобы он снова занял место руководителя, другие рассказывали ему о своих личных делах. Все это утомляло. Однажды в феврале, во время обсуждения его отставки, ему стало не по себе. У него была рвота и незначительно повысилась температура. Казалось бы, без всяких видимых причин. Желудочная форма гриппа, таков был диагноз. В воскресенье ему стало хуже, но он не хотел беспокоить никого из своих друзей-врачей. С этого дня рассказывает Леди Флеминг, он очень изменился и выглядел изможденным. Но он продолжал ежедневно бывать в лаборатории и поговаривал о совместной с женой работе, которую они подпишут А и А Флеминги. Им предстояло 17 марта вдвоем поехать в Стамбул, Анкару и Бейрут с заездом в Грецию. Амалия надеялась, что солнце восстановит здоровье мужа. 3 марта 1955 года. Зима для Алика была довольно тяжелой. В ледяном лишенном солнце Лондоне он стал кашлять. Я надеюсь, что Греция вернет ему его прекрасный цвет лица. Она очень радовалась предстоящей поездке в Афины и составила уже расписание их маршрута по дням. Флеминг спрашивал Амалию, а где мы будем 23-го? Она без запинки отвечала, и он смеялся. В одной из суббот, в начале марта, когда они уехали отдыхать в Бартон-Миллс, в полночь раздался телефонный звонок. Флеминг снял трубку, и Амалия услышала, как он сказал. Да? А они что? Спасибо. Большое спасибо. Я завтра приеду. Он говорил вежливым и признательным тоном. Вернувшись в спальню, он сообщил. Звонил полисмен. Он говорил с нашей квартиры с Данверс-стрит. Нас обворовали. Амалия спросила, а что же украли? Не знаю, ответил он. Я не спросил. Утром они уехали в Лондон. Покидая Дон, они последний раз взглянули на свои владения. Среди деревьев на фоне снега чернела мастерская, в которой Флеминг оборудовал небольшую лабораторию. У Амалии мелькнула мысль, что их сад в этот день совершенно такой же, как на фотографии, когда она уезжала в Грецию со словами «Не забывайте маленькой лаборатории». Шоссе было покрыто льдом, шел снег, все вокруг выглядело мрачно. Проезжая мимо кладбища, Флеминг вдруг спросил знакомую, которая ехала с ними, не хочется ли ей осмотреть крематорий. Она ответила отрицательно. Он глухо сказал, «Я хочу, чтобы меня сожгли». По приезде в Челси они узнали, что тревогу поднял сосед в тот момент, когда воры, взломав сейф, с невероятным грохотом выбросили его на улицу. Грабители скрылись, украв драгоценности Леди Флеминг, несколько безделушек и фотоаппарат. Появились журналисты. Амалия рассказала им, что самое неприятное в этом происшествии пропажа ключей от чемоданов. Эти ключики висели на печатке, дорогой им, как память об одной умершей подруге. Сообщение об исчезновении печатки и ключей напечатала одна вечерняя газета. В час ужина Леди Флеминг вызвали к телефону. Какой-то мужчина с незнакомым, очень низким и неприятным гнусным голосом сказал ей, «Вам ведь очень хотелось бы получить эту печатку». «Да», ответила она неуверенно и с отвращением. «Где бы я вас мог повидать наедине?» спросили Амалию. «Наедине вы меня не увидите. Оставьте себе печатку или пришлите по почте». Низкий голос несколько раз повторил «Пришлю, пришлю». Амалия повесила трубку и рассказала мужу о странном разговоре. «Сообщить в полицию?» спросила она. Флеминг в это время проверял аппарат, который давал возможность проектировать стереоскопические фотографии на стереоэкран. «Посмотрите», сказал он. «Просто удивительно. Если слегка отойти, цветы сходят с экрана и идут прямо на вас». Эту новую игрушку он только что получил от оклохомских друзей. Сперва он, как обычно, продемонстрировал аппарат всем сотрудникам лаборатории, а потом привез его на машине к себе, чтобы дома вечером поиграть, сказал он. «Послушайте», сказала она, «ведь я вам задала серьезный вопрос. Скажите, как поступить?» Она не смогла оторвать Флеминга от его занятия. Он таким образом дал себе время обдумать свой ответ. В конце концов было решено, что если вор будет вести себя прилично, возвращая печатку, не следует устраивать ему западню. Флеминг уже несколько дней подразнивал Амалию в связи с их поездкой на Средний Восток. «Вы хотите, чтобы мы поехали?» «Ладно, я там заражусь тифом и умру». Амалия просила его сделать противотифозную прививку, но он уклонялся. В четверг Комптон сообщил Леди Флеминг, что ему наконец удалось сделать прививку сэру Александру. Он не хотел спуститься в мое отделение, тогда я пришел к нему в лабораторию и сделал ему прививку. Удовлетворенно сказал он. Флеминг проработал в институте весь день. Он рассказал Фримену, как рад, что избавился от ответственных обязанностей и может снова заняться настоящим делом, стоять у рабочего станка. Он, казалось, хорошо чувствовал себя, был в великолепном настроении и радостно готовился к новой исследовательской работе. После больницы он, как и всегда, отправился в клуб Челси сыграть партию в бильярд. Его старый друг доктор Брин, встретив его в клубе, нашел, что он очень хорошо выглядит и сказал ему об этом. Флеминг ответил, что бодр, как никогда, и что его радует предстоящая поездка с женой в Грецию. Выйдя из клуба, Флеминг зашел за Амалией и они отправились на какой-то прием. После ужина к ним пришли его сын Роберт со своей невестой, которым продемонстрировали новый проекционный аппарат. Амалия падала от усталости, Флеминг был оживлен, заставлял восхищаться своей чудесной игрушкой и только время от времени почесывал руку, побаливавшую после прививки. В пятницу 11 марта Флеминг проснулся очень веселым. Его рассмешило, что Амалия с поспешностью принялась разбирать почту. «Вы надеетесь, что вам пришлют печатку? Вы ее не получите». Ему предстоял очень напряженный, но приятный день. Обед в Савое, ужин у Дугласа Фербенкса младшего в обществе Элеонора Рузвельт. Флеминг встал, пошел в ванную, но вернулся очень бледно и пожаловался на тошноту. Амалия в испуге кинулась к телефону, чтобы вызвать врача. Флеминг яростно запротестовал, это смешно, не следует беспокоить доктора по пустякам. Но Амалия уже набрала номер и доктор Джон Хэнд ответил, «Приеду через час». «Только через час!» в тревоге воскликнула она. Флеминг твердил, что его просто вырвало и ее волнения смешны. В общем, он был прав, и она подумала, что неплохо было бы ей поучиться у мужа невозмутимости и не беспокоиться по любому поводу. Вспомнив об ужине у Дугласа Фербингса, она хотела позвонить и сказать, что сэр Александр неважно себя чувствует и поэтому они не приедут. «Подождите», остановил он ее, «может быть, все еще обойдется». Флеминг попросил, чтобы ему дали выпить горячей воды и принял соды. Он встал и походил по комнате. Его здоровый могучий организм пытался побороть неожиданный недуг, не желая сдаваться, но все же он вынужден был снова лечь. Амалия вышла, чтобы одеться, оставив его на короткое время с горничной. Доктор Хэнд, обеспокоенный взволнованным голосом Леди Флеминг, позвонил по телефону. Флеминг настоял, что поговорит с ним сам. «Это не терпит отлагательства. Может быть, мне попросить моих пациентов подождать и приехать?» «Ничего нет спешного», ответил Флеминг. «Займитесь сперва вашими больными». Амалия, вернувшись в спальню, увидела, что муж лежит тихо и спокойно. Она решила, что его недомогание прошло, и, вспомнив, что ему накануне сделали прививку, спросила, не могла ли рвота быть вызвана запоздалой реакцией. «Нет», ответил он. Его голос звучал очень серьезно. «Помолчав, он попросил «причешите меня». Когда она это сделала, Флеминг сказал «теперь у меня приличный вид». Она хотела пощупать у него пульс. Рука оказалась совершенно холодной. «Да», сказал он, «я как лед и весь в поту. Не понимаю, почему у меня такая боль в груди». Амалия испуганно спросила «Вы убеждены, что это не сердце?» «Нет, не сердце», сказал он. «Боль идет по пищеводу и спускается в желудок». Его голос звучал необычайно, спокойно и серьезно. Казалось, он о чем-то сосредоточенно думает, пытается что-то понять. Внезапно он упал лицом вперед. Александр Флеминг скончался. Так из-за своей предельной скромности и стремления никого не беспокоить, из-за твердого решения никогда не пользоваться никакими преимуществами, человек, давший медицине самое мощное оружие против болезней, умер в центре Лондона, не дождавшись медицинской помощи. Он умер так, как он хотел бы умереть, счастливым, полным сил, не утратив своих блестящих умственных способностей. Он умер так, как жил скромно, мужественно, молчаливо. Эпилог. Нужны совершенно исключительные обстоятельства, чтобы имя ученого попало из науки в историю человечества. Бальзак. Его похоронили в соборе святого Павла, честь которой удостоились лишь несколько очень прославленных англичан. Почетный караул несли студенты и медицинские сестры Сент-Мэри. Надгробное слово произнес профессор Паннет, друг Флеминга и его товарищ по работе. Они вместе вступали на медицинское поприще. 51 год назад, сказал он, в медицинской школе Сент-Мэри встретилось несколько студентов. В тот день я познакомился с Александром Флемингом. Он был несколько старше нас и более сложившимся, чем все мы. Это был спокойный человек с живыми голубыми глазами, проницательным и решительным взглядом. Первые годы мы с ним были соперниками, потом наши дороги разошлись, но наша дружба никогда не ослабевала, потому что у Флеминга был твердый и сильный характер, залог надежной дружбы. Он был исключительно постоянен, друзья верили в него, и он оправдывал их веру. В то осеннее утро, когда мы впервые встретились, никому, конечно, не могло прийти в голову, что среди нас находится один из величайших людей нашего века. Мы были далеки от мысли, что настанет день, когда, оплакивая Флеминга, огромная толпа соберется в этом прекрасном соборе, чтобы почтить память гения науки, признанного всем земным шаром. Общеизвестно, что он своими работами спас больше людей и облегчил больше страданий, чем кто-либо из живущих ныне на земле, а возможно даже из живших когда-либо прежде. Это одно уже способно внести переворот в историю человечества. Я не буду говорить о том, сколько раз он надеялся, сколько он трудился, сколько раз разочаровывался, терпел неудачи. Путь, знакомый каждому ученому, и этим же путем шел Флеминг. Но в его судьбе есть одна особенность, которая менее известна. Окидывая взглядом весь его путь, мы замечаем, что в его жизни было много случайностей, на первый взгляд не связанных между собой, на небуд любой из них жизнь Флеминга не достигла бы такого апофеоза. Но этих случайностей было слишком уж много, и все они были направлены к одной цели, поэтому мы волей-неволей приходим к убеждению, что их нельзя отнести целиком за счет одной только удачи. Его выбор профессии, больницы, специализации в области бактериологии, его встреча с Алмаратом Райтом, характер работы, которую он вел у него, неожиданное действие слезы, случайно занесенная спора, нет, все это не может объясняться одной удачей. На каждом повороте его жизненного пути проведение указывало ему правильное направление. Рядом с монументальными могилами Нельсона и Веллингтона находится скромная плита, на которой начертаны инициалы А, Ф, здесь покоится прах Флеминга. На соседней стене прикреплена плита из греческого мрамора и на ней чертополох эмблема Шотландии и лилия эмблема Сент-Мэри. Этот памятник говорит о трех самых глубоких привязанностях Флеминга. Когда гроб спускали из Нефа в склеп, его жене почудилось, что Алик лукаво по-мальчишески взглянул на все это и прошептал, «Вы только подумайте, меня хоронят в склепе вместе с Нельсоном». Скоропостижной смертью Флеминга были потрясены не только Англия и Шотландия. Все страны мира прислали официальные соболезнования. Поток взволнованных писем от частных лиц свидетельствовал о народном горе. В Барселоне цветочницы высыпали все цветы из своих корзин у мемориальной доски, прибитой в память посещения Флемингом города. Две девочки из Болонни прислали цветы, купленные на деньги, которые они собирали весь год на подарок о дне рождения своего отца. В городах именем Флеминга называли улицы и площади, в университетах собирали деньги, чтобы воздвигнуть ему памятники. В Греции были вывешены траурные флаги. Двое путешественников, которые ездили по Греции на автомобиле, с удивлением увидели, что в каждом городе, каждой деревне, пока они далеку от Дельф, они спросили старого пастуха, по ком объявлен траур. Как, удивился старик, вы разве не знаете, что Флеминг умер? В редакционной статье British Medical Journal, вышедшей сразу же после смерти Флеминга, было сказано, «Так недавно и стремительно был сделан ряд открытий, что, наверное, мы не можем полностью оценить переворот в медицине, которая вызвала и продолжает вызывать открытие Александра Флеминга». О медицинском прогрессе мир, естественно, судит по успехам в лечении болезней. Уже с одной этой точки зрения Александр Флеминг имеет право на бессмертную славу. И вслед за ним слава принадлежит сэру Говарду Флори и доктору Эрнесту Чейну, которые через десять лет после открытия Флеминга нашли способ выделить пенициллин и притворить в жизнь надежды, которые на него возлагал Флеминг еще в 1929 году. Флеминг обладал наблюдательностью истинного естества испытателя и научным воображением, помогавшим ему сделать выводы на основании наблюдаемых явлений, наблюдательностью и воображением, которые могут быть только у человека предрасположенного к научной работе. Открытие, о котором рассказывал Флеминг в своем сообщении, это веха в истории медицины. Пенициллин, который он открыл и окрестил, ближе любого другого медикамента к идеалу Эрлиха – большая стерилизующая терапия. С открытием пенициллина началась новая эра в лечении больных. Современным врачам трудно понять, насколько бессильны были их предшественники в борьбе с некоторыми инфекциями. Им незнакомо отчаяние, овладевавшее докторами, когда они сталкивались с болезнями смертельными в те времена, а теперь излечимыми. Некоторые из этих заболеваний даже перестали существовать. Пенициллин и все антибиотики, открытые после него, дают возможность хирургу производить такие операции, на которые раньше никто бы не решился. Средняя продолжительность жизни человека настолько возросла, что изменилась вся общественная структура. Только Эйнштейн, но в другой области и еще Пастер оказали такое же, как Флеминг, влияние на современную историю человечества. Государственные деятели трудятся изо дня в день над устройством мира, но лишь люди науки своими открытиями создают условия для их деятельности. Почему этого скромного и молчаливого исследователя судьба наградила такой большой удачей? Потому что он терпеливо готовился принять истину в тот день, когда она обнаружит себя. В науке самое простое найденное вчера и самое сложное то, что будет найдено завтра, говорил Биот, французский физик и астроном XIX века. Наблюдения Флеминга могли быть сделаны многими, но никто другой их не сделал, потому что ему особенно было присуще чувство соразмерности. Цветок, который рос как-то не совсем обычно, в его глазах был таким же волнующим явлением, как любое другое более ярко выраженное. Работа муравьев над созданием себе жилища казалась ему каким-то чудом, и он внимательно следил за ней. Все в природе вызывало у него живейший интерес еще с самого детства, проведенного среди шотландских ландов. Если бы он учился в закрытой средней школе для мальчиков, он был бы, возможно, менее застенчив. Он умел бы красочнее излагать свои идеи и описывать свои достижения, и производил бы на окружающих более сильные впечатления. Но сохранил ли бы он свою удивительную свежесть восприятия? Что дают человеку глубокого ума красноречие, опломб, внешний блеск? Эти качества могут быть ему очень полезны для достижения личного счастья, для материального успеха, для завоевания престижа. Но разве от них зависит важность достигнутых ученым реальных результатов? Перед нами два человека Райт и Флеминг. Оба были в равной степени преданы науке. Но Флемингу чуждо было ораторское искусство. Он не умел поражать слушателей, что так великолепно удавалось Райту. Многие не любили Райта, но даже враги, сталкиваясь с этой яркой индивидуальностью, признавали, что в нем немало величия. Каждый знал, что, оспаривая ценность трудов Райта, надо быть готовым выдержать натиск блестящих и саркастических аргументов. Куда как более соблазнительно верить в свое превосходство над этим маленьким, мужественным, сдержанным человеком, который ничего не сделает, чтобы рассеять ваши заблуждения? Можно без всякой для себя опасности подвергать сомнению его работу, ведь он никогда не нарушит своего упорного молчания по столь незначительному с его точки зрения поводу. «Гениальный человек зачастую эгоист», писал лорд Бивербрук. «Если же он скромен и прост, что изредка бывает, люди склонны его недооценивать. Сэр Александр Флеминг был гением этой редкой категории. Теперь бесспорно он всемирно известен, но при жизни его заслуги признавались с большой неохотой на его же родине. Возможно, действительно, ему бы раньше отдали должное, будь он менее сдержанным и молчаливым. Но что в этом? Ведь именно он, несмотря на свою молчаливость, достиг цели. Приведем еще одно суждение об этом ученом. «Он был великим врожденным исследователем», сказал о Флеминге профессор Хэддоу, директор Института Рака. «Он понимал, что необходимо работать и приложил немало усилий, чтобы осуществить большие замыслы, но его истинное величие было в умении схватить неожиданное наблюдение и распознать его в тот момент, когда его истинное значение еще ускользает от обычного смертного. Короче говоря, он обладал даром выявлять коренные явления. Хотя его имя для всего мира связано с пенициллином, нельзя пренебрегать другими вкладами Флеминга в науку, теми важнейшими наблюдениями, которые он ценил не меньше пенициллина и даже больше. Уже одних этих оснований достаточно, чтобы назвать его великим человеком. Но выше всего я ставлю его поразительную спокойную мудрость, как в его отношении к миру, так и к сущности исследовательской работы. Его мудрость была настолько скромной и тихой, что оставалась незамеченной большинством людей, которые поверхностно знали Флеминга. Меня лично поражали в нем три вещи. Этот человек понимал, что важна работа, а не слова. Он имел заметить неожиданное и никогда не пренебрегал им. И третье его философия, выражавшая отношение к сущности науки. А также, я часто об этом думал, его восприятие мира в целом и изучение человека были основаны на очень мудрых и скрытых принципах, о которых он никогда не говорил и о которых можно было только догадываться. Больше всего тронуло бы Флеминга то, как почти ли его память 10 октября 1957 года на его родине в графстве Эршир. В тот день рядом с воротами Локфилд фарм был открыт очень простой памятник. На высоком гранитном камне начертана следующая надпись, лишенной всякой восприности. Сэр Александр Флеминг, изобретатель пенициллина, родился здесь, в Локфилде 6 августа 1881 года. Из Дарвелла по дороге извивающейся среди ландов на торжество прибыло несколько машин и толпа пешеходов, которые прошли 4 мили от городка до фермы, путь, который некогда проделывал Александр Флеминг, возвращаясь из школы. Когда с камня были сняты флаги с крестом Святого Андрея, мэр рассказал о детстве Алика Флеминга, которое прошло на этой ферме. Здесь его родители Хью и Грейс Флеминг, оба превосходные люди, дали ему воспитание, которое наложило отпечаток на всю его жизнь. В этих долинах и на окружающих фермах холмах, играя и работая, он научился понимать и любить природу. Жена Флеминга смотрела на прекрасное осеннее небо, на широкие просторы, на мягкие линии пологих холмов и думала, что высокое пренебрежение к суетности жизни, которое ее так пленяло в мужа, наверное, было порождено ощущением величия мира и собственного ничтожества, которое испытываешь, когда останешься один на один с природой. В тот день 6 августа 1881 года, продолжал мэр, никто не подозревал, что беспомощное, кричащее маленькое человеческое существо родилось для того, чтобы посвятить свою жизнь человечеству. Сам Флеминг однажды написал, нам нравится думать, что мы управляем своей судьбой, но, возможно, Шекспир был мудрее, сказал, «Судьба управляет нашей жизнью, хотя мы ее задумали совсем иной». Каждый из нас может оглянуться на пройденный им путь и задать себе вопрос, что произошло бы, если бы он занимался не тем, чем занимался, часто без всяких оснований. Перед нами всегда два пути, мы должны выбирать один из них, не зная, куда ведет второй. Может быть, мы выберем лучший, но, возможно, также мы никогда не узнаем, какой надо было выбрать. Флеминг выбрал правильный путь, и судьба в конечном счете благоприятствовала ему. м м м м м м Продолжение следует...